Девушки отдыхают Олеся! 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 Олесь! Олеся! Да! Мы уже час ходим. Но была бы она здесь, уже давным-давно бы ответила. Это бесполезно. Может, тогда в поселок вернемся? Вдруг она уже там? Пожалуй, ты прав. Ну что, ребят, придется возвращаться. Сейчас мы ее не найдем. Погодите. Алексей Сергеевич, там вроде какой-то свет. Вон там. Ну-ка, 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 за мной. Погоди. Ё-моё! Это что? Нет, нехорошо. Макар. 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 Пора прекращать этот бардак. Так, Сереж, во-первых, во-первых, не греми. Во-вторых, не бардак, а это творческий беспорядок. Кстати, Серег, ты когда-нибудь пробовал печенье с огурцами? Чего? Ну, а я вот вчера отведал. Отличное сочетание, хочу тебе сказать. А все потому, что магазин здесь не работает. Машина сломалась, а телефон вот… Кстати, где телефон? Что это? Это книга, мой друг. Великого писателя Итана. Вот ты верно заметил, что я твой друг. Ты только не обижайся, но твоя депрессия достала всех. Даже уборщица сюда отказывается приходить. А соседние арендаторы, извини, они уже беспокоятся о твоем душевном состоянии. Так, а где твой чемодан, а? Макар! А? Мы едем в пансионат. Не-не-не, Сереж, ты чего? Никуда я не еду. Ты что? Смотри, как мне тут хорошо. Да это, собака-то в пансионат не пустит. Я заодно и присмотрю. А, ты решил с Осей здесь пожить? В офисе? Тихо-тихо, подожди. Кстати, а где это твое животное-то, а? Ося! Слушай, Серег, не ори так, а! Я не ору. Ось! Ой. Здравствуйте. Ну, слава богу. Ну, кто там еще, блин, а? Мама? Ух ты. Ой, мама. Мам, а что ты здесь делаешь-то, а? Я? Это ты куда пропал? Я три дня звоню, недоступен. Поехала домой. Говорят, что ты там вообще не показывался. Хорошо, вот… Соседка. Соседка. Да. Сказала адрес офиса. По интернету прочитала? Да, по интернету. А что вообще здесь происходит, а? У него депрессия. Так, помолчи ты, соседка. Мам, что ты здесь делаешь? Я… Понимаешь ли это, я тут немного влипла. Ложилась в одно дело. Я лишилась квартиры. Я поживу здесь у тебя. Живи. А мы это, в пансионат едем. Ага. Точно, в пансионат. Ну, а ты тут как раз там за собакой присмотришь. Ага. А ты иди, осмирайся. Извините, барышня, за беспокойство. Меня зовут Олег. Я художник. Тут работаю. А можно я вас провожу до остановочки, а? Проводите. Хотите, я напишу ваш портрет? А что? Да нет. Мне очень удаются женские портреты. Все говорят. Правда? Даже Зураб Церетели и тот. Впрочем, это неважно. Давайте подбросим монетку. Доверимся монетке, и она нам скажет. Орел и решка. Орел и решка. А, решка. Ну, собственно, прошу вас. Сегодня в удобное вам время идти на сессию. Я подумаю. На сессию, конечно. Какой адрес? Мой адрес. Не дома, не улица. Мой адрес. Неважно. Ну, по чеснокуя. Я очень известный художник в узких кругах. Очень интересно. Ну, правда. Сейчас, извините. Алло. Я приехала, вообще-то. Извините. Тревога. Лилечка, прости. Привет. Я не заметил, как ты подъехала. Куда уж заметить-то? Ты был так прям занят. Садись, пожалуйста. Боже мой. Что, ты обиделась, что ли? Ну, ладно, Лилечка, ну, хорош. Ну, мы же договорились с тобой. Раз и навсегда. Я художник. Я должен общаться с красивыми людьми. Ну, они это одно. А ты же совсем другое. Ты моя семья. Скажи лучше, как Федька. В лагерь уехала. Хорошо. А давай махнемся, не глядя, а? Поролишь? Ты же давно хотела. А сейчас самое время. Ну, давай. 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 Слушай, тут крапива. Осторожно. Проходи. Ну, с Богом. Так, осторожненько здесь. Все-таки лесная дорога. Лилечка, смотри, в оба умоляю. Потихонечку, Лилечка. Стой, тормози! Ты что делаешь-то, а? Тебе надо было меня пропустить. Правила, что ли, забыл? Помеха справа. Все просто. Шеф, извини. Жена первый раз за руль села. Извини. Нашли, где полигон устраивать. Ну, чего ты стоишь? Давай назад сдавай. Черт. Кто мне сказал, что ты вообще можешь водить машину? Давай, выходи. Ты же ни на что не способна, только борщи варить. Прости, я же не специально. Специально, не специально. Сейчас какая разница? На шею села мне, и ноги свесила, и едешь. Ты сам хотел, чтобы я дома с Федькой сидела. Так быстрее села уже! Ой… Иди вон, поздоровайся с сетей Верой. Вечером они все на праздник идут, можешь присоединиться. А ты? У меня дела. Да, да-да-да, бронь сделали. Минуточку. Ален, я туда обратно, и там часа два, окей? Ну, ты к четырем-то вернешься. К трем буду. Мне же еще слова повторять. Ну, давай. Простите, а вы случайно, где вы нас будете заселять? А, нет, вам сюда. А, жаль. Добрый день. Да, здравствуйте. Чем могу быть полезна? Мы сюда попали. Ой, сертификаты. Поздравляю, вам повезло. Наш пансионат Пригожина самый лучший в Подмосковье. А вас зовут? Сергей. А вас? Макар. А меня Алена. Очень приятно. А, ключики. Сейчас, секунду. Спасибо. Можно мне? И вам, да, тоже. Спасибо. А… По коридору направо. Направо. Я голая стою у ваших ног. Но голая не значит без одежды. Средь будничных обыденных тревог. Я ваша вся, как нынче, так и прежде. Стоп, 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 стоп. Свет, ну ты что, как первоклассница на утреннике? Ты ж в любви признаешься. Где страсть, где трепет. Гриша, я тебя попросила оценить мое стихотворение, а не мои актерские способности. Всем привет. Здрасьте. Здрасьте. Лилечка, располагайся. Тебе, наверное, нужно принять душ с дороги. Свет, Гриш, вы обещали мне помочь в огороде. О, нет, я не могу. Мне надо пьесу дописывать. Я тоже не могу. Мне нужно срочно переписать поэму. У меня вдохновение. Вы обещаете третий день. Да куда денутся ваши грядки? И потом мы что, рабы? Гриш, твоя сестра стала невыносимо в последнее время. Это у нас семейное. Мы все нахалы и все не любим копаться в огороде. Так что я тоже пошел. Ну что, пойду полоть сама. Сейчас вещи брошу и помогу вам. Ну ладно. Что ты здесь устроила, бадуар? Твои вещи должны вот так вот здесь лежать. Увидимся это медленно. Простите. Сейчас, сейчас, сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я директор пансионата. Чем могу я вам помочь? Ух ты, какой сервис. Понимаете, у вас не вай-фай, одно название. Все время вылетает. Да, я в курсе. Завтра придет утром мастер и все исправит. Завтра. А может есть что-нибудь почитать? Да. У нас есть библиотека. Алена вам сейчас поможет с этим. И, кстати, у нас сегодня вечером праздник. Будем рад вас видеть. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. У нас, у нас есть библиотека забытых книг. Ух ты. Библиотека прям александрийская. Ну, мы стараемся. Ой, хороший выбор. У вас есть дети? Пока нет, но, надеюсь, будут. Спасибо. Да. Алло. Да, да, да. Рита, 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 а ты где? Времени уже половина четвертого. Я скоро буду. Алло, Рита, ты почему шепчешь? Ты вообще где? Алло. Добрый вечер, наши дорогие постояльцы, а также жители поселка и дачного кооператива. Мы очень рады приветствовать вас у нас и надеемся, что вечер будет интересный. Добрый вечер. Добрый вечер. Где Рита? Кто это? Илья Евгеньевич. Аниматор. Илья Евгеньевич, можно вас на минутку? Что? Рита пропала. Как пропала? Пойдем, тихо-тихо-тихо. Серега, я на минутку. Ага. Здрасте. Что такое? Куда пошла? Илья Евгеньевич, Илья Евгеньевич, вы же знаете Риту, вы же знаете Риту, она никогда бы так не поступила. Она обещалась в три прийти. Добрый вечер. Ольга Константиновна, здрасте. Здравствуйте. Ольга Константиновна, она же ни слов не знает, ни конкурсов не знает. Да при чем здесь конкурс? Подождите, подождите. Просто дело в том, что я же ей звонила в начале четвертого. Так вот, мне показалось, что она ведет себя очень странно. Она была очень-очень сильно напугана. Илья Евгеньевич, что делать? Ну, успокойтесь, я прошу вас. Извините, меня зовут Макар Илюшин, я частный детектив. Я край муха услышал ваши разговоры, могу помочь. Илья Евгеньевич, давайте мы отойдем в сторону. Добрый вечер. Скажите, во сколько куда ушла Рита? Она пошла в парикмахерскую красить волосы. Угу. Во сколько? Она ушла как раз, когда вы с вашим товарищем заселялись. Так, в час сорок. Да. Надо узнать, дошла ли она туда. Так, послушайте, я сделала звонок. Посидела еще часок после звонка и побежала в парикмахерскую. Так вот, говорю, где и чего. Они сказали, что без пяти три она уже от них ушла. Угу. Спасибо. Вот. Мне кажется, что вам нужно уже идти в полицию. Алена, ну прошу вас, успокойтесь. Все, успокойтесь. Мы во всем разберемся. Сейчас пойдите и обзвоните все больницы в радиусе тридцати километров. Простите, я бы тоже хотела помочь. Помогите Алене. Я прошу вас, без паники. Она нам сейчас ни к чему. Илья Евгеньевич, на пару слов. Угу. Спасибо. Ну что? В Никольскую не поступало. Ну как там? Удалось что-нибудь выяснить? Да мы прозвонили в морг. Все больницы в окрестности. Даже в Никольскую позвонили, хотя она за пятьдесят километров от нас. Слушайте, может по чаю, а? У меня уже в горле пересохло. Давай. Точно. Я думаю, где я вас видел? Здравствуйте. Здрасте. Это вы меня сегодня чуть без капота не оставили? Простите, я просто второй день за рулем. Как неловко получилось. Извините, правда. Да нормально. Звоните, звоните. Илья, скажите, с Ритой действительно могло произойти что-то серьезное? Надеюсь, что нет. А вы ее хорошо знаете? Нет. Я муж Ольги. Директора пансионата. А Риту знает точно так же, как и любого сотрудника. Я ведь живу здесь. А работаете? Работаю в Москве. И как вот по пробкам каждый день? Привык. Ольгу сюда позвали. Директором. Она ведь местная. Родом из поселка. Ну, ты видел? Видел, что он творит? Здрасте. У нас ЧП произошло. Пропала девушка. Ушла из пансионата и не вернулась. Здрасте. Когда пропала? Как? Сколько лет? Двадцать пять лет. Зовут Рита. Сегодня пошла в парикмахерскую и пропала. Сегодня днем? Да. Но прошло всего несколько часов. Мы так рано заявление не принимаем. Понимаете, просто Рита должна была вернуться в пансионат. Вести праздничный вечер. Она анимар. Но она не вернулась. Рита очень ответственный человек. Просто так не прийти она не могла. Граждане, я вам еще раз повторяю. Мы не принимаем заявление о пропаже граждан в тот же день. А теперь до свидания. Подождите. Мы никуда не пойдем, пока вы не примете заявление. Если вы сейчас же не уберетесь из отделения, я вызову наряд. Пойдемте. Мы теряем время. Пойдемте в парикмахерскую. Там есть лярки, магазины. Может быть, кто-нибудь видел Риту? Я сообщу начальству, какие здесь ценные кадры работают. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Все в порядке у вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Все хорошо? Все хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Добрый вечер. А как вам программа в этот раз? Вы меня не помните? Я Катя из поселка. Мы познакомились в прошлом году на закрытие сезона. Простите. У меня просто плохая, плохая память на лица. А, я поняла. Вы знаете, мне кажется, в прошлом году конкурсы были намного интересней. А вы как здесь? В первый раз? Да, впервые, так сказать. И как вам наш пансионат? Нравится? Нравится. Вы знаете, здесь изумительный воздух. Час езды от Москвы, а дышится, вы знаете, так легко и свободно. Я тут ездила к подруге в Москву на электричке, а когда возвращалась назад… Простите. Да, конечно. А когда возвращалась назад, пришла в пансионат на праздник. Вот, и когда возвращалась с праздника, вы знаете, шла через лес и заснула прямо в лесу. Мама говорит, это от кислородного голодания. То есть, в Москве газами надышалась, и потом… Да, спасибо, да. Так, учет. Простите, это ваш ларек? Илья, извините. Понимаете, тут такое дело. У нас девушка пропала, ушла из пансионата и не вернулась. Может, видели ее? Покажи фото. Вот. С длинными волосами. Брать будете что-нибудь? Спасибо. Вы ее не видели? Я не справочное бюро, я просто ларек. Да. Неужели вы не понимаете? Человек пропал! Молодой человек, вы вообще себе что позволяете-то, а? Так, все, тихо-тихо, успокойтесь. Вот, возьмите два карандаша и ластик. Да, видела. Часа в три она пошла вот туда вот, к лесу. И мужик за ней шел такой маленький, ну лет сорок пять, наверное. Я его запомнила, он у меня утром печенье брал. Ну, бывший зэк, или может, освободился только. А как вы поняли, что зэк? А я три года тут работаю, всех тут знаю уже. Мужик, догнал ее? Ну что, он ее догнал, ругались они сильно. Ну, а вы что, не вмешались? А потому что я не полиция, чтоб вмешиваться. Илья, успокойтесь, скажите, что дальше было? А дальше у меня клиенты пришли, я работать начала, извините. Девушка, приятная дама. Надо в лес идти. Илья, здесь нужна поисковая группа. Ну что, мы будем стоять, ничего не делать? Илья, вы поймите, мы в этом лесу до утра будем. Что ж за человек такой, а? Вы были правы, ничего не видно. Лучше завтра утром пойти. Надо будет обзвонить всех родственников и близких. Может, она кому-то звонила. Она мало с кем общалась, в ней работы. Родных у нее не было. Понятно. Это чей? Тихо. Стоп. Могут быть отпечатки. Это кровь? Да. Там что-то светится. Ты думаешь, они найдут того, кто убил эту? Послушай, Серега, найти человека с такими приметами вообще не проблема. Знаешь, если поговорить с местными бандосами, они наверняка его узнают. Узнают, но не сдадут. Пусти. Но это смотря как поговорить. И вообще, я думаю, что это не наш клиент. Слишком сентиментальный для зэка, Сереж. Цветы, свечи, волосы отрезанные. Который, кстати, убийца наверняка с собой забрал. В качестве фетиша? Может быть. Маньяк? Вполне возможно. Значит, жертвы еще будут. Или уже были. Прости. Красивая пара. Серег, не верь всему, что видишь. Иногда за этим красивым фасадом такое скрывается. И, вот. Что ты считаешь? В Gelукова. Стихи, качественно. Тихо. Тихо. Понимаете, ты такой выгодный. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Илья, Илья, просыпайся. Просыпайся, утро. Ты опять принимаешь таблетки? Это только вчера из-за Риты. Мне было так плохо, у меня тряслись руки. Я думала, я задохнусь. Мне кажется, меня тоже убьют. Успокойся. Успокойся, все хорошо. Тебе ничего не угрожает. Все хорошо. Оль, надо показаться доктору, пока приступы не стали повторяться. Я не хочу показываться доктору. Я хочу найти убицу Риты. Мне кажется, что он снова вернулся. Если завтра приступ повторится, мы пойдем к врачу. М-м-м. М-м-м. Доброе утро. Здравствуйте. Макар, можно вас на пару минут? Серега, иди, я догоню. Угу. Я слушаю. Макар, скажите, вы занимаетесь расследованием убийств? Ну, вообще-то, мы специализируемся на пропаже людей, но в некоторых частных случаях… Это частный случай. Этой суммы будет достаточно для того, чтобы вы взялись за дело Риты? Вполне. Только я не пойму, вам-то это зачем? Видите ли, моя жена очень беспокоена тем, что гостям пансионата грозит опасность. Угу. То есть, получается, она так беспокоится за гостей, что готова выложить кругленькую сумму? Да, мы готовы потратиться, если речь идет о репутации пансионата. Что тут неясного? Вы беретесь или нет? Хорошо. Один вопрос. Вы не знаете, где у вас тут местные собираются? Раньше вечерки. Сейчас не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Вот так, вот так! Отпустите вы меня! Да поставьте вы меня! Всё, всё, всё! Всё! Тихо! Тихо! Да я вас спасал! Да не на обмен спасать! Да вы же тонули! Да я не тонула, а тренировалась! Извините, я за вас просто испугался. Лиль… Я думала, мне легче станет. Вчера всё это… Я не знаю, я не понимаю, как можно было человека убить, ведь она такая молодая, понимаете? Как вообще можно кого-то убить? Она ходила, говорила, встроила планы… Лиль, ну… Всё, всё хорошо, Лиль, успокойтесь. Знаете, в мире много несправедливости, ну и нам надо как-то жить во всём этом. Всё хорошо, всё хорошо. Ну? Ой, простите меня, я… Я не хотела… Как это неловко получилось. Да всё нормально. Я думаю, это будет нашей маленькой тайной. Да? Хорошо. Спасибо вам. А то целый день, как струна, теперь полегче. Всё хорошо, Лиль. Ириш, налей. Вы тут вчера посуды набили на тысячу рублей. У меня шеф из зарплаты вычел. За ваши штрафы я расплачиваться не собираюсь. Нальёшь? Нальёшь? Давай, стерва. Дай, закуси что-нибудь, сваргай по-быстрому. Давай, давай, Ирина. Ну, живее! Здорово, пацаны. Слушайте, у меня к вам дельцы есть. Ты кто такой? А, я Макар. Мне тут один человечек нужен. У него татуировки в виде персней на пальцах. Ну, ну. Вчера тоже Лиговой приходили. Шёл бы ты отсюда, пока ноги ходят, а? Мы своих не сдаём. Тихо, тихо, пацаны. Вы поймите, ему мокруху шьют. Вам-то зачем, а? Так он же нас на фон берёт! Э-э-э, ну чё? Тихо. Ну чё, закусили? Злые какие-то все стали. Угощайтесь. Сильно он у вас, да? Да. Спасибо вам. Здорово их. На этих уголовников и права нет. А что, полиция? Да что полиция? Хозяин их боится, заявление не пишет. А нет заявления — нет дела. Да. Ну ладно, спасибо за кофе. Макар, я знаю, кого вы ищете. Только, пожалуйста, не говорите никому, откуда вы узнали. Хорошо. Его зовут Антон Борисюк. Он сидел несколько раз. Последний раз. За изнасилование. Вот как. А где же они, не знаете? Я вам нарисую. Ах, гад, а! Стоять! 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 Зачем убегал, а? А это он первый начал только идти. Кто он? Ну, ржавый! Это его тёлка же на меня насыщала, так, что я его отметил. Какой ржавый? Что ты, Вась? Ладно, всё, затнись. Разберёмся, пошёл. Пошёл, я сказал. Сам, сам, сам! Саська, можно бабочек ловить. Больших. Так, что здесь? Так, всё хорошо. Слушайте, надо было всё-таки переодеться. А она мне заживает, как всё, как на собаке. И где тебя носит, а? Там, между прочим, на тётю Веру кто-то покушался. Если стало плохо с сердцем, вызвали врача. Может, я могу чем помочь? А вы что, врач? Это Сергей, он частный детектив. Он действительно мог бы помочь. А рыба-то где детектив? Просто, просто Сергей подумал, что я тону. Он полез в воду за мной. Лиль. Ладно, всё понятно. Пошли. Ну, вот и всё. А больше получается, что я ничего и не знаю. Ясно. Вот здесь напишите, с моих слов записано верно, здесь распишитесь. Позже с вами ещё следователь поговорит, когда приедет. До свидания. До свидания. Принимайте. Антон Борисюк, я слышал, вы его тоже ищете? Мне повезло больше. Хотя, мне кажется, везение тут ни при чём. Да не убивал я, гражданин начальник. Она меня отшила, я взбрыкнул. Ну, потом ничего, остыл, тёлка убежала, а я чего? Я родовый потом? Мне ж три минуты там всего было париться идти. Три минуты принял меня за полицейского, свалить хотел. Так я думал, кипиш из Ржавого. Я не убивал, гражданин начальник. А что вы у него делали? Я? Подождите, вопрос не ко мне. Вы его допрашиваете? Его успеем. А вас я предупреждаю. Будете лезть в следствие, задержу. У вас всё? Свободны. Рассказывай. Проджавого? Тётя Вера, всё хорошо. Успокойтесь. У вас пульс в порядке. Всё хорошо. Хорошо. Мне всё-таки показалось вам, тётя Вера. Ну, кому надо вас убивать? Ну, что значит показалось? Я же сама видела эти следы. Господи, ну сколько можно? Фух, какая гадость. Тётя Вера, вы как? Да ничего уже. Спасибо. Здравствуйте. 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 Это Сергей. Он частный детектив. Сидите, сидите, тётя Вера. Вам вредно волноваться. Если хотите, можете рассказать ему, что с вами случилось. Он может помочь. Я к себе пошёл. Ну, что ты, Лилечка. Ну, какой частный детектив? Ну, что народ смешить, да? Мне, наверное, это показалось. Да. Да, скорее всего, показалось. Спасибо большое. Ничего не надо. Не надо ничего. До свидания. Тогда я пойду. Вы извините. Нормально. Мы вас задержали. Всего доброго. Я провожу. Лилечка, подогрей, пожалуйста, суп. А то я проголодалась. А я сейчас. Тётя Вера, вам нельзя. Мне хорошо уже. Всё. Мне хорошо. Сергей! Подождите. Простите меня, что я вас так резко выгнала. Да всё нормально. Я действительно хочу, чтобы вы нашли того, кто сбросил на меня эту доску. Ну, что вы смеётесь? Знаете, какая она тяжёлая? А что вы сразу не согласились? Я не хочу, чтобы об этом знали родственники. Они считают меня выжившей из ума. Будут насмехаться. Но я действительно видела эти следы на балконе. И это уже не в первый раз. Как-то ночью кто-то хотел в дом залезть. Потом меня чуть машина не сбила. Такая большая, чёрная. Не знаю. Вера Ивановна, вы извините, но… Сергей, у меня к вам деловое предложение. Между прочим, она предложила мне заплатить, чтобы я нашёл злодея. Неплохо заплатить. Не, Серёж, ну, впрочем, решать тебе. У тебя-то как дела? Опросил соседей Борисюка? Опросил. Все в один голос твердят, что он сволочь редкостная. И никто его в доме не видел. Меня знаешь больше всего, что волнует, Серёж? Соседка его. Была очень напряжена, такое ощущение, что хотела мне что-то сказать, но как-то не решалась. Да испугалась и всё. С такой биографией, как у Борисюка, знаешь. Ему убить человека, как глазом моргнуть. Понимаешь, Серёг, не похож Борисюк на человека, который будет труп цветочками обкладывать. Почему не похож-то? Ну, понимаешь, он прямой, как трикопейки. Ну и что? Знаешь, такой типичная криминальная быта. Ну и что? Ну, такой готов убить и глазом не моргнуть. Ну, без вот этих вот… Да, у него, может, рыжа поехала. Администратор сказала, что вы здесь. Я хотела позвонить, но потом подумала, что лично лучше будет. Это вот Настя, соседка нашего героя. Вы, наверное, всё-таки решились мне что-то рассказать. Вы не стесняйтесь, можете рассказывать при нём. В тот день, когда я возвращалась домой с работы, я увидела, как Борисюк приставал к какой-то девушке. Так. Я даже хотела побежать в полицию, но потом она вырвалась, ему кто-то позвонил, он быстро поговорил и пошёл домой. Я шла за ним, а потом он зашёл в квартиру. Я даже подождала, пока он зайдёт, ну, чтобы с ним на площадке не столкнуться. Что же мне сразу-то не сказали, а? Я его ненавижу. Он уже сидел за изнасилование, вы, наверное, знаете. Ну, вот это была я десять лет назад. Я должна была рассказать вам и полиции, но… Вы понимаете, злость какая-то во мне сидит и… Как представлю, что он за стенкой живёт. Так прям хоть вешайся. Настенька, вы большая умница, что пришли. Вы смогли бы то же самое рассказать полиции. Товарищ Мельков? Да. Что вы хотели? Можно вас на пару слов? Пожалуйста. Я по личному вопросу. Что? Я не представился. Я частный детектив. Меня зовут Макар Илюшин. А, ну всё, можете не продолжать. Мне уже рассказывали про вас то, что вы любите совать свой нос, не свои дела. Так что покиньте территорию. И не надо вашего удостоверения. Оно здесь не поможет. Подождите. У меня на этот случай есть ещё одно удостоверение. Это что такое? Взятка? Что вы? Это просто вознаграждение за оказанную услугу. Мне кажется, что компетентности вашего начальника недостаточно, чтобы раскрыть дело об убийстве Риты. Ну и что вы хотели? Мне нужно взглянуть на заключение судминэксперта. Вот здесь всё. У вас две минуты. Так. Смерть наступила с трех до пяти. От удара тупым предметом в височную часть. В крови обнаружен препарат седативного свойства. А что такое ПервМослаб? Перенаправлено в московскую лабораторию. Так как с помощью наших технологий мы не можем понять состав вещества. А как вы думаете, что будет в окончательном заключении? Снотворное оказалось растительным происхождением, Серёг. Поэтому, скорее всего, её усыпили, а потом уже убили. Усыпили. Может, может. На празднике я познакомился с девушкой. Катей, кажется, зовут. Так вот, она рассказывала очень интересную историю. Шла как-то по лесу и вдруг неожиданно уснула. Вот как. Да. Утром проснулась, ничего не помнит. Вот я тогда подумал, что это действие какого-то сильного снотворного. А где живёт Катя? Она где-то в посёлке живёт. Лох, Серёж. Ну, зачем мне её адрес записывать? Алёна, можно? Присаживайтесь к нам. Алёна, а вы всех же знаете в посёлке? Ну, да. Где-то в половине одиннадцатого я ушла из пансионата. Что было дальше, я вообще не помню. Проснулась часов в семь утра. Подождите, а где вы уснули? На площадке. Рядом с дачным кооперативом. У меня просто подруга там недалеко живёт, и я к ней ночевать шла. Я что, подруга даже не взволновалась, почему они пришли? Я просто её предупредила. Я просто не знала, приду я или нет. Я ж не знала, во сколько праздник закончится. Праздник? Что-то отмечали? Да. У моего друга был день рождения. Ну, коллеги моего. В общем, я ушла в пол одиннадцатого ночи, а остальные все ещё до полуночи гуляли. Катюш, послушай, скажи, а может быть, вспомнишь что-нибудь странное? Вот что-то произошло в лесу, когда ты уснула. Вы знаете, мне сны странные снились. Правда, мне такого вообще больше никогда не виделось. Всё вокруг розовое, фиолетовое, всё вокруг взрывается. Скажите, пожалуйста, а правду говорят, что Риту в лесу нашли? С чего вы взяли? Ну, просто у нас по поселку столько слухов ходит, и все боятся на улицу выходить. Говорят, что это он опять объявился. А он это кто? Маньяк. Мне бабушка рассказывала, двадцать лет назад здесь жил маньяк. И он за девушками охотился. И говорят, что одну в лесу нашли, цветами обложенную. Двадцать лет назад. Да. Катюш, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день. Мы сюда попали? Наш пансионат в Пригожино – самый лучший в Подмосковье. Этой суммы будет достаточно для того, чтобы вы взялись за дело Риты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И где тебя носит, а? А он это кто? Маньяк. Мне бабушка рассказывала. Субтитры сделал DimaTorzok Как хорошо, что я вас нашла. Как хорошо, что вы меня искали. Я помогу. Сейчас. Я очень рад вас видеть. Очень приятно, что вы искали меня. Вы неправильно поняли. Я по делу. Да. Мне тетя Вера сказала, что она попросила… Хорошо. Осторожно. Что она попросила вас расследовать преступление. Вы возьметесь? Лилия, ну, да расследовать, по сути, нечего. Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Вы знаете, мне кажется, ваш родственники правы. Лестница могла случайно упасть. А у страха, как говорится, глаза великие. Вот тетя Вере почудилась, что кто-то на чердаке ходит. Это конечно. Просто утром, когда я шла на озеро, я в лесу видела мужчину. Он стоял и наблюдал за нашим домом. Давайте-ка я вас накрою, а то прохладно. Вот теперь тепло будет. Вы, конечно, меня извините, но какая связь между мужчиной в лесу и падающей лестницей, а? Ну, самая прямая. Потому что, когда он меня заметил, он исчез. Вы знаете, если вы установите, что лестница упала случайно, ну, нам всем станет спокойнее. Ну, а если нет, я… Я просто уверена, что вы очень быстро найдете преступника. Простите, пожалуйста. Ну, как я могу отказаться, когда вот так сладко лестят? Хорошо. Я… Я возьму за это дело. Давайте я поправлю пледик. Прохладно. Али… А клюет? Да? Вы ели когда-нибудь суп из пресноводных водорослей? Знаете, я уже три часа здесь сижу. Я думаю, что здесь ничего не водится. Очень даже водится. Просто нужен правильный подход. Так. Вот вы сидите весь в своих мыслях, а нужно думать о рыбе. Каждый охотник должен думать о своей добыче. Можно? А, да, пожалуйста. Ну, конечно, у вас на такой глубине ничего не поймается. Ух ты! Ничего себе! Вот и добыча! Слушайте, сработало! Ух ты! Ух ты! Спасибо большое, Антон Петрович. Спасибо за понимание. Следующий понедельник буду. Что? Отпустили? Взял недельку за свой счет. Тебе я нужен больше. Спасибо тебе большое. Ты самый лучший муж на свете. А вот этого хватит. Извини, мне нужно отвезти машину на ТО. Целую неделю откладываю. Не обижайся. Ну вот. И вчера вечером Маша вышла к своей маме на улицу, Антонине Васильевне. А мы как раз на лавочке сидели. Вот я ее и сфотографировала. Девочка очень хорошая. Она закончила институт с красным дипломом. Ну, в общем, жениха нет. Слушай, мам, я тебя прошу, можно я сам себе невесту найду? А тебе что, кто-то уже понравился в пансионате? Да нет. Ну, я имею в виду, гипотетически. Я когда пойму, когда мне нужно жениться, тогда и… Пойму, пойму. Ты до пенсии не поймешь. Мам. Ну, хорошо. Если тебе не нравится Маша, то тогда есть еще одна девочка. Мам. К тебе кто-то пришел? Мам, извини. Да. Ой, мама. Добрый день, Макар. Меня зовут Леонид Иванович. Я местный доктор. Я бы хотел немножко пообщаться с вами. Пожалуйста. Вот, присаживайтесь. Спасибо. Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в поисках рейты. А во-вторых, хотел предложить свои услуги. Я могу сделать вам массаж или мануальную терапию, еще много всего. Спасибо. Леонид Иванович, а вы сказали, вы местный доктор. Да, местный. А вы сам местный? Да, я родился здесь, в поселке. Может быть, немного странный вопрос будет. Но вы, может, вспомните, кто у вас был участком двадцать лет назад? Ну, а как не помнить? Помню, его все знают. Это Алексей Сергеевич Завадский. А что-нибудь случилось? Зачем он вам? Дело есть. Смотри, что я поймала. Нашлялась? Что? Ты чего? Ты думаешь, я идиот? Я не видел, как этот Сергей этот смотрел на тебя, а ты на него? Что? Ты вообще нормальный человек? Ты чего несешь? Значит так, если я узнаю, что ты меня изменила, ты у меня лесом пойдешь. Поняла? А Федька со мной останется. Тебе его не оставят. Еще как оставят. Уж лучше жить с отцом, чем с матерью шалавой. У тебя вообще совесть есть? Я тебе всегда верна была. Знаешь что, а суд еще десять раз подумает. Особенно, когда картины твои увидит. Кстати, а где ты был вчера весь вечер? Здравствуйте, гражданин-детектив. Здравствуйте. Может быть, просто Сергей. Вы меня извините, пожалуйста. Лиля говорила, что вы будете ждать четыре часа, но я голова дырявая. Завозилась в огороде, вот и опоздала. А где Лиля? А ее муж не пустил. Ой, они так вчера скандалили. Ну, просто весь дом на ушах стоял. Он такой ревнивый у нее. И вообще самодур. Понятно. Я быстро. Угу. Тетя Вера. Ау. Мне нужно знать все о членах вашей семьи. Пожалуйста. Вот вы говорили, что Олег самодур. Ага. А тогда почему вы его к себе пускаете? Это же ваш дом. Дом мне достался от брата Марка. Он у нас был с предпринимательской жилкой. Ну, поднялся на волне перестройки. И все вам завещал? Да. Но, честно говоря, он не собирался. Гриша и Света — это дети нашей с Марком покойной сестры Тамары. Марк практически воспитал ребят. Они ведь отца не знали. А когда за пару месяцев до смерти он слег с воспалением легких, никто о нем не вспомнил. И ни разу не зашел к нему, ни разу не посетил. А тогда Олег здесь при чем? Олег — сын Тани, жены нашего Марка, от первого брака. Когда Таня вышла замуж за Марка, Олег остался с отцом. Таня всю жизнь чувствовала за это какую-то вину. И поэтому после смерти жены Марк поддерживал Олега финансами. Он и в завещание хотел его вписать. Но он его тоже не навещал. Да. И я так думаю, что брат поступил так сгоряча. Он бы, конечно, обязательно переписал завещание, если бы не инсульт. Поэтому я положила все деньги в банк и проценты делю между всеми родственниками. Теть Вера, вы такая добрая. А у вас дети есть? Есть. У меня есть сын Петя. Он программист, заканчивает аспирантуру. Ух ты, здорово. А где были ваши родственники, когда лестница упала? А я не знаю. Они такие творческие люди, все время где-то ходят. Гриша пишет пьесы, Света, стихи. Олег вообще у нас художник. Пацаны, а не знаете, где здесь живет Алексей Сергеевич Завадский? Вон в том доме. Только вы туда не ходите. А то он совсем сумасшедший стал. С ружьем ходит. И кто заходит в калитку, того он стреляет. Ты это что, сам видел? Не, это мой друг Антоха рассказал. Понятно. Ладно, спасибо. Держи. Майя, что ты мазила что-то? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть кто живой? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто такой? Макар Илюшин. Я частный детектив. Расследую дело об убийстве Риты, работнице пансионата Пригожина. Мне очень нужна ваша помощь. Чем докажешь? К сожалению, ничем. Придется поверить на слово. Или, конечно, можете меня пристрелить, тогда веселый вечер я вам гарантирую. Полный дон ментов и мои мозги на потолке. А то ведь поди скучно. Алексей Сергеевич. Рассказывай, чего надо. Я тебя искала. Зачем? Ну, что ты взяла-то без спросу? Я же только закончил. Не высохло же еще. А это для кого? Ой, все тебе знать надо. Для тети Веры. Для кого? Надо же мне как-то эту мастерскую отрабатывать. Старая кошелка. Ну, зачем ты так? А как? Человек нам каждый месяц денег дает. Можно хоть раз приятное сделать? Хоть раз можно, да. Картина, между прочим, очень даже красивая. Не то, что твои мерзости с зубами. Много ты понимаешь в искусстве. Слушай, чего ты встала? Мне свет загородило. Черт. Ты в борщах только разбираешься. Вот это ты понимаешь, да. Займись своим делом, Лиличка. У меня таблетки закончились от аллергии. А ты меня домой дома оставляешь. Слушай, ну еще не хватало. Иди куда хочешь. Оставь меня только в покое, а. Да ладно, ладно. Катя рассказала, что двадцать лет назад здесь произошло очень похожее убийство. Только вот, к сожалению, с местной полицией характером не сошелся. Поэтому вот, Алексей Сергеевич, пришлось к вам прийти. Да, с местной полицией не сойтись не мудрено. Ты думаешь, я совсем из ума выживаю? Два года назад меня ограбили какие-то местные гастролеры. А поярков гаденыш палец за палец не ударил. Вот приходится самому себя защищать. А об убийстве Олеси Лапиной я тебе расскажу, что помню. Ведь его тогда так и не раскрыли. Криминалисты на месте преступления ничего не нашли. Никаких следов, никаких зацепок. След. След. Все, смотри-ка. Давай. Ищи. Молодец. Ищи-ка, прибежала в дом убитой. Ну, видимо, спутала следы убийцы со следами жертв. Затем ко мне обратились две девицы. Утверждали, что за несколько месяцев до убийства их тоже опоили. Но зачем, непонятно. То есть, просто в лесу спать оставили. Действительно странно. Да, и одну звали Аня Макарова, кажется. А вторую, вторую точно не помню. Впрочем, у пояркова в архиве все есть. Алексей Сергеевич, я же вам говорю, с полицией я не в ладах, поэтому к пояркову точно не ходок. Официально, да. Вот, держи. Знаешь, у нас в отделении лет двадцать ремонта не было. Руку даю на отсечение, что и замки не меняли. По ночам там никого не бывает. Алексей Сергеевич, это ж вроде незаконно. С этими чертями можно иногда и вне закона. Че дома? Да ничего. Лиза читать не хочет. Истерики закатывает. Поговори с ней сегодня, отец ты или кто? Не хочет ребенок, нечего заставлять. Угу. Дурой будет. В институт не поступит. В полицию пойдет работать? Да, в полицию. По стопам отца. Ага. Прекрасно. Чути, чути от меня надо. Одно и то же. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Чё побнишься? Бугни regime. За present Черово-б Suddenlyiji Алло, ничего уже.Чути, каорь не привязал. Посмотри, это нормальная купда mentale. Ааа. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Путык! Что опять? За тебя документы забыл. А, ну, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девяносто пятый. Девяносто... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Вот это да. Алло, Серега. Слушай, через час у меня в номере. Макар, чего ты не слышишь? Сереж, ты чего так долго, а? Мы можем завтра утром решить этот вопрос? Полюбуйся. Нельзя ты завтра, что ли, подождать? Смотри. Почему обязательно сегодня? Директор наш. Сереж, это не наша директриса. Это ее сестра-близнец, Олеся Лапина. И что самое интересное, ни муж Ольги, ни сама Ольга не сказали мне, что убийства Олеси и Риты похожи как две капли воды, а? Спасибо. На здоровье. Смотри, в следственном заключении сказано, что Олеся умерла от удара тупым предметом по голове и в крови обнаружен токсин неизвестного происхождения, который обладает седативным эффектом. Так, значит, убийца затаился и ждал двадцать лет, чтобы убить Риту? Ерунда какая-то. Я тоже согласен. Маньяк убил бы сразу. Вот именно. Я вот что подумал. Может быть, мы имеем дело с вполне адекватным типом, который тщательно все продумал. С другой стороны, тогда нужен мотив. Зачем он убил Олесю и Риту? Может быть, не он, а они? Не исключено. Что делать будем? Смотри, еще в полиции я узнал, несколько девушек обращались к ним, что при странных обстоятельствах засыпали в лесу. Как Катя? Именно. У меня есть пара адресов, девчонки до сих пор живут в поселке. Так что тебе завтра нужно будет съездить и проверить. Завтра съездить и проверить. Ладно, иди спи уже. Что? Иди спи. А, да. Спасибо за кофе. Доброе утро, Ольга Константиновна. Мне нужно с вами поговорить. Ну, да, конечно. Давайте вот там присядем. Ольга Константиновна, а почему вы не сказали, что двадцать лет назад вашу сестру убили точно так же, как убили Риту? Почему? Нет. Я все сказала полиции. Послушайте, если вы хотите, чтобы я занимался этим делом, я тоже должен знать все. Поэтому мне нужно знать, что произошло двадцать лет назад. Знаете, мы с Олесей были очень близки. Ну, сами понимаете, близняшки маму потеряли в тринадцать лет. Нас воспитывала мачеха. В общем-то так, если посмотреть, то моя история очень похожа на историю Золушки. В Илью я влюбилась с первого взгляда. Со мной такого раньше никогда не было. Я даже не целовалась до этого ни с кем. Привет. И так получилось, что я отбила парня у своей сестры. То есть сейчас мне очень стыдно. Но тогда, естественно, я об этом не думала. Я только не могла поверить, что… Ну, вы знаете, Илья, он был такой прекрасный, а я была сельская девчонка. Я не могла поверить, что я встретила такого принца. То есть я о таком даже мечтать не могла. Олеся не подозревала, что мы с Ильей встречались. А мы… Мы никак не могли ей об этом рассказать. Она очень переживала, что Илья ее бросил. И тогда я стала водить ее на танцы. Ну, для того, чтобы как-то развеселить ее. И в тот вечер мы должны были идти с ней на дискотеку в соседний поселок. А Илья написал мне записку, что он ждет меня в лесу. У нас в лесу с ним было наше место, где мы встречались. Я плохо себя чувствую. А ты иди. Точно? Да, да, давай. Ну, ладно. Олеся, я сказала, что мне болит живот, и чтобы она шла одна. Сказала, что догоню ее, как только мне станет легче. А сама побежала на свидание. Потом в девять часов, когда я пришла в клуб, я Олесю уже нигде не нашла. Я стала спрашивать у знакомых ребят, видели ли они ее или не видели. Но ее никто не видел. Ну, а потом мы нашли ее в лесу. И она… В общем, мы опоздали. А потом уже выяснилось, что до этого кто-то усыплял девушек в лесу. Про это я в курсе. Спасибо. Возможно, у меня возникнут еще вопросы. Да, да, да. Да, да, да. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Илья, как хорошо, что я вас встретил Что-то случилось? Случилось. Один мой клиент скрыл от меня важную информацию Не сказал, что двадцать лет назад здесь произошло очень похожее убийство Простите, просто я был так взволнован, когда вам обнаружили Ильиту, что не заметил, как похожи эти два убийства Это вы мне простите, но я вам не верю Кстати, где вы были в момент, когда убили Риту? Я на работе. Потом приехал на праздник в пансионат Неужели вы и меня подозреваете? Нанятый мной же детектив Думает, что убийца Это я? Всякое бывает, Илья Я должен проверить все версии Привет! 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 Что ты делаешь? Что ты делаешь? Пойдем сказать Пойдем, скажи Пойдем, скажи Макар, что? Ну что мой шустрый друг, сходил к потерпевшей Да нет еще, отвлекло расследование по делу Веры Ивановны Расследование? Папкин, ты там, наверное, целую наркокартель накрыл Смотри, покажут тебе по телевизору, будут завидовать Чего звонишь-то? Поторопить тебя, есть у меня одно подозрение Иди в поселок, потом поговорим Ладно, хорошо, давай, давай Вы, а вы меня давно ждете? Да нет А я как раз и о вас думала Вернее, о Рите Мне кажется, что я знаю, по какой причине убили Риту Понимаете, Макар В нашей гостинице живет очень много важных постояльцев Так вот, мне кажется, что Рита могла быть свидетелем разговора двух постояльцев Которые обсуждали, каким способом их им убрать их делового партнера Интересная версия Мне кажется, в таком случае, ее бы просто застрелили Ну, наверное, вы правы Ну, может быть, да А вы что-то хотели? Да нет, особенно Так соскучал Выгулялся он по территории С Олеговым Ильей Евгеньевичем поговорил Очень интересный человек Ну, да, он такой важный, видный Я, правда, так и не понял А чем он занимается? А он директор по продаже в московской компании Директор? Директор Ух ты! А что за компания? А вам зачем? Только никому не говорите Нет Работу хочу сменить Вот изучаю рынок труда Он же, наверное, зарабатывает много И вот думаю, какие у них там есть вакансии Да, 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 я поняла Да, я сейчас посмотрю Спасибо 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 Сейчас 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 Поехали. Есть кто дома? Чё надо? Здрасте. Нина Аркадьевна? Ну? Я Сергей Бабкин, детектив. С полицией, что ли? Да. Так, в дом не приглашаю, там гости. Нина Аркадьевна, двадцать лет назад вы проходили по делу Олеси Лапиной. Ну? Помните? Согласно материалам дела, за несколько недель до этого происшествия вас усыпили в лесу. Меня? Вас, вас, двадцать лет назад, помните? Правильно? Точно. Да. Я шла из кафетерия, и тут что-то заснуло в лесу. А не было подозрения, кто бы это мог сделать? Были. Лёшка Маликов мог, он вообще на меня так странно смотрел. Адрес этого Маликова скажете? Скажу. Только знаете, чё, начальник? Мне надо как-то помочь вспомнить. Ничего с собой нет. А? Нет, нет, не ношу. А с чего решили, что это Лёшка Маликов? Чёрт его знает. Гуляли мы там, познакомились в девяносто восьмом, ну и… Подождите. Олеся была убита в девяносто пятом. Знаешь, не он. Чёрт его, подожди. Чё, так он мне с памятью вообще не понимает. Спасибо, Иван. Всего доброго. До свидания. Подожди. Куда ты пошёл, начальник? Ну дай лучше, ну, на эту, ну, на чекожечку. Насколько не жалко. И всё-таки, Вера Ивановна, скажите, у меня всё время такое ощущение, что этот сыщик за мной следит. Не по вашей или просьбе? Нет, конечно, не по моей. Что ты? Просто Сергей небезразличный человек. И он действительно боится за тётю Веру. Если её могли убить, они могут попытаться ещё раз. Но ты-то наверняка знаешь, что он небезразличный. Познакомился уже поближе? А что, почему бы Лили с ним не познакомиться? Ну или с кем-нибудь ещё при таком-то муже? Малолеткам никто слова не давал. А ты вообще молчи нахлебник. Замолчите оба. Не хватало вас опять разнимать. Ой, Петенька. Ну, здравствуй. Ну, наконец-то. Я уже думала, что про меня забыл. Да ладно, мама. Не говори глупостей. Просто на работе немного задержали. Давай. Всем привет. 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 Ой, а у нас тут такое случилось. Ну, во-первых, кто-то на меня покушался. Я была в саду, кто-то сбросил на меня доску, а на балконе цветок уронил. Анна, ну, может, вы вспомните хоть какие-нибудь детали. Поймите, это очень важно. Ну, какие детали? Двадцать лет прошло. Я тот день вообще очень неотчетливо помню. Я у друзей в гостях была. Ивана Купала праздновали. Традиция такая. Сосиски жарили. Ребята выпивали. Я спиртное не очень люблю. Я стопочку выпила, в десять на берег ушла. Там и вырубилась. А нет никаких воспоминаний, вот когда вы отключились? Какие воспоминания? Сон только снился и все. А что за сон? Не помню. Яркий такой. Мне такие никогда не снились. А поконкретнее? Может быть, что-нибудь помните из сна? А? Цветы помню. Мужчина с татуировкой на плече. С татуировкой? А что за татуировка? Да не помню я. Понятно. Анна, скажите, а вы уверены, что это был сон? Может, я не знаю. Мне все время казалось, что я чувствую запах цветов. Ладно, спасибо. Анна, скажите, а вы знали Олесю Лапину? Конечно, мы вместе учились. И какой она была? Честно? Дрянью она была порядочной. Такая родную мать продаст. Интриги устраивала всякие. Мальчишек меняла, как перчатки. А вот Оля, ее сестра, очень добрая, милая была. Робкая даже. Но вы не подумайте, мы когда узнали, что случилось с Олесей, мы переживали все очень. Плакали даже. Смерти никто не заслуживает. Это да. Да вы за мной следите. На то я и детектив. Это вам. Приятно. Сами собирали. Почти. Купила у бабушки в поселке. Но сразу поняла, что это для вас. Так. Чего стоим? Загружаемся? Жалко, нельзя взять их домой. Ой. Давайте с вами поменяемся. Давайте, не бойтесь. В каком смысле? Не будьте смелее. Вы садитесь за руль. И, слушайте, я не… Все, давайте, все, давайте, без разговоров. Я не смогу. Я докажу, что вы умеете водить машину. Садитесь, садитесь. Я не смогу. Сможете. Все, вот так. Ну, что стоим? Все, поехали. Вперед. Почти хорошо. Теперь еще раз, плотнее. Так, поняли, поняли. Прекрасно. Здрасте. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, Ольге Константиновне, что никаких подвижек нет. Отпечатков пальцев обнаружить не удалось. Но я уверен, это кто-то из местных. Возможно, убийца знал о старом деле и сымитировал почерк. Да здесь каждый третий не в себе. Да что я вам рассказываю? Вон Олег. Он же вообще на учете о психушке состоял. Интересно. А вы откуда знаете? Мне жена рассказала. Они росли вместе. Было у меня одно заявление пару лет назад. Местная туристка согласилась ему позировать. Утверждает, что Олег не приставал. Не удивлен. Вот и пригляделись бы к нему. Обязательно присмотрюсь. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здрасьте. Да расслабьтесь. Расслабьтесь. Ну чего вы так напряжены? Эй… Так-так-так, вот видите, у вас получилось. Ну да. А вы знаете, что ваш Григорий с женщиной встречается? В лесу в каком-то заброшенном доме. Гриша с женщиной? Да. Так-так, осторожней. Руль вот. Да. Это конечно не означает, что он не причастен к покушению на тетю Веру. Но все-таки и шанс, что когда лестница падала на Веру Иванну, в это время он был с любовницей. Как Гриша с женщиной? Да может вы ему и расскажете, что вы ведете расследование и спросите напрямую у него, был он там с женщиной или нет? Ну пока рано. Сейчас всех опрошу. Если появится более серьезное подозрение, поговорю с ним. А так, что сейчас его смущать-то? Да? Так, внимательно, осторожно. Вот-вот. Вот так. Хорошо. Да, знаете, я здесь выйду, а дальше пшочком. Ну, тогда пробуйтесь. Сама? Ну, не я же. Логично. Чуть-чуть вправо. Сейчас. Так, осторожней. Ой-ой-ой. Вот видите, все у вас получилось. Ну да. Спасибо вам. Спасибо вам. За цветы спасибо. И за вождение. Извините. Лиля. Лиля! Я смотрю, молодежь то у вас здесь не особо много. В город уезжают. Да, за хорошей жизнью едут в столицу. А вы про тот дом? Так там давно уже никто не живет, с тех пор, как хозяин умер. Чайка Василий Иванович. Он у меня в школе биологию преподавал. Умнейший был человек. Все о растениях знал. Вы сказали, Чайка. У него, по-моему, сын художник, да? Уж не знаю, какой он художник, а то, что человек он скверный, это верно. Женатый человек за девицами волочится. И с отцом поругались. Мне восемнадцать лет было тогда, так вот, вся улица слышала, как орали. А из-за чего поругались, не знаете? А кто их знает? Только поссорились так, что чуть не поубивали друг друга. Так вот, отец Олега выгнал, и с тех пор, тот ни разу к нему не приехал. Спасибо вам. Вы очень помогли моему расследованию. До свидания. Угу. До свидания. Серега, сядь, сядь, сядь. Слушай, я разговаривал с Анной. Так, ну что с… Анна, это девушка, которая, ну, помнишь, уснула в лесу. Вспоминай. В общем так, она мне рассказала, что она видела мужчину с татуировкой на плече. Ну, вернее, она думает, что это был сон. Но я думаю, что это не был сон. И знаешь, кто это? Мне кажется, что это Илья, наш заказчик. Хорошо. Значит, извини, пожалуйста, Макар, но мне некогда. А что ты взял, что это Илья? Серега, Сереж, во-первых, Иван Купала, да? Он уже был здесь. Во-вторых, у него татуировка на плече. В-третьих, я поговорил с его начальником, он сказал, что в тот день, когда Риту убили, Илья отпросился с работы в час, а в пансионат пришел в семь. Значит, он нам наврал. Прекрасно. Вызывай полицию. Вызовем полицию, но сначала поговорим с ним вместе. Макар, пойдем. Рад, что вы вернулись. Одному скушно поговорить не с кем. И нам есть о чем поговорить. И о чем же? О том, как ты убивал Риту. И, возможно, Олесю Лапину. Олесю мы можем понять, она мешала вашему счастью с сестрой, но вот Риту за что. Вы здоровый человек? Что вы несете? Я не буду комментировать эту глупую версию. Тогда мы вынуждены будем все рассказать полиции. Анна, которую усыпили в лесу, рассказала нам, что видела мужчину с татуировкой на плече. У вас же есть татуировка? Есть. Только я не знаю никакую Аню, которая проходила по делу Олеси. И, кстати, вы тоже. Та история, о которой вы говорите, произошла двадцать лет назад. А я сделал татуировку год назад. И у меня есть масса способов это доказать. А чего ж ты нам соврал? Сказал, что был в офисе, а твой начальник сказал, что ты ушел в полдень. А вот тут я и вправду соврал. Я ушел днем из офиса, потому что мы с Ритой планировали встретиться. Мы с Ритой, как бы это сказать, были любовниками. Да-да. Илья, вам все равно придется нам все рассказать. Я обещаю, эта история останется между нами. Хорошо. В тот вечер я хотел сделать Рите предложение. Сказать, что порву с женой. Я прождал ее в лесу. Мы там иногда встречались в моей машине. Звонил ей раз сто, но телефон не отвечал. Я понимал, что просто та Рита не могла не прийти. Она была очень пунктуальным человеком. Потом я поехал в пансионат. Ну, а дальше вы знаете. А есть какие-нибудь доказательства? Нет. Я женатый человек. Предлагаешь поверить тебе на слово? Да не верьте. Мне уж все равно. До свидания. Мы не договорились. Не плевать. Тише, тише, Сереж. Пусть идет. Вот. Если что, у меня и квитанция есть. О чем это он? Думаю, Сереж, вот об этом. Любимый Рите. А, об убийстве Леси Лапиной. Я тебе расскажу, что помню. Ничего. Сереж, это не наша директриса. Это ее сестра-близнец. Это вам. Приятно. Кто такой? Привет. Привет. Я разговаривал сам. Она мне рассказала, что она видела мужчину с татуировкой на плече. Мне кажется, что это Илья, наш заказчик. Так, мы не договорились. Не плевать. Если что, у меня и квитанция есть. О чем это он? Думаю, Сереж, вот об этом. Любимый Рите. Простей на минутку. Макар, можно вас? Извините. Надеюсь, вы меня уже не подозреваете? Послушайте, Илья. Я не могу подозревать или не подозревать человека без почвена. Просто у меня сейчас нет доказательства вашей вины. А у вас, кстати, нет доказательства вашей невиновности. Я готов рассмотреть другие варианты. Я понимаю. У жене часто изменяли? Нет. Рита была первой. Понимаете, когда мы встретились с Олей, она была такая нежная, добрая, чуткая, утонченная. А потом пожили пару месяцев. Оказалось, она совсем другая. А что же не развелись-то? Оля забеременела. Я мог бы бросить женщину, но ребенка никогда. Понятно. Так и прожили двадцать лет. Сын вырос. Потом я встретился с Ритой. Я понимаю, вам это покажется смешным, но это было просто какое-то безумие. Наваждение какое-то. Я не мог прожить без мысли о Рите. Ни дня, ни минуты. Сочувствую. Жалко Риту. Она была очень хороший человек. Такие редкости в наше время. Правда, Ольга Константиновна? Да. Она замечательный человек. Я даже стихотворение написала. Хотите послушать? Я прошу, можно не сейчас? Я все-таки прочту. Цветами опоясанная дева Ушла от нас навек в лучах свечей. Другая нынче правит королеву… Я прошу тебя, замолчи! У меня болит голова, я хочу побыть одна. Я понимаю, Ольга Константиновна, но у меня к вам очень важное дело, которое не терпит от улыгательств. Скажите, а вы хорошо знали Олесю, Ольгину сестру? Да, неплохо. С Олесей я встречался еще до Ольги, но это было простое юношеское увлечение. Я помню, я приехал в Пригожино на лето к приятелю. Москва уже порядком надоела, захотелось отвлечься. А здесь совсем другой колорит, свежий воздух. Вы встречались с Олесей, сразу понравились друг другу. В первый вечер поцеловались. Знаете, Олеся, она, конечно, была красивая, яркая, но грубоватая. Грубоватая. Смешно тебе, да? Резкая. Могла так обложить, что просто у гущика уши проявила. Две сестры, одно лицо, но такие разные. Оля, она такая веселая, добрая, с чувством юмора, легкая на подъем, как и я. Ну, в общем, влюбился. Но вы не подумайте, я не хотел встречаться с Ольгой. Просто было очень неудобно перед ее сестрой. Я думал, вернусь в Москву, все забудется, но… Встретились с Ольгой? Объяснились. Шестой. Ответь ноль второго. Шестой. Ответь ноль второго. Кажется, у нас гости. Это что такое? Ты аккуратней, можно? Да. Что-то подобное я видел в каком-то из фильмов-ужастиков. Вы, может, мне скажете уже, в чем меня подозревают или нет? Чисто. А что здесь происходит? Лилечка, я бы тоже очень хотел это знать, но… Сюрприз. Нашел в спальне под тумбочкой. Что это? А вы его жена? Да. Не знаете, что это? Нет. Отправь-ка на экспертизу. Ну, это не мое. Это… А может, это какая-нибудь валерьянка тетя Веры? А? Это точно не валерьянка. Ну, не валерьянка, значит, еще что-нибудь. По чуме я знаю. Но это не мое. А что это вы так разнервничались, если это не ваше? Будешь тут нервничать, когда вываливаются к тебе полицейские и обвиняют неизвестно в чем. Вас никто ни в чем не обвиняет. Только в ближайшее время будьте любезны, никуда не уезжайте. Это в ваших же интересах. Вперед. Всего доброго. Валерьянка, разберемся. Валерьянка, разберемся. О, Петенька! Ты как? Почему без предупреждения, а? Ох ты мой дорогой! Ой, мой хороший! Хоть бы позвонил. Я бы приготовила что-нибудь. Да ладно. Успокойся, я не голодный. Все равно пойдем к столу, я угощу тебя компотом. Сварила сегодня утром. Видишь, какой красивый? А вот пирог. Вчера вечером испекла. С клубникой. А ты рассказывай, как у тебя с работой? А лучше не придумаешь. Шеф открывает новое направление. Хочешь, чтобы я его возглавил? Да. Будем заниматься своей оптимизацией. Это? Ну, это способ такой улучшить рейтинг сайта. Ну, надо же! Какой ты у меня молодец! Я тобой горжусь! А что у тебя с диссертацией? Тоже все хорошо. Диссерт уже почти дописал. Так что кандидатская, считай, у меня в кармане. Слушай, слушай, ну, я все-таки приготовлю что-нибудь нам вкусное. Мам, мам, погоди, погоди. Я чего хотел спросить-то? Да. Защита столько денег съедает, я и не представлял. Этому отстегни, тому дай, оппоненту, научному руководителю тоже отстегни. А шеф еще, как назло, зарплату урезал. Ну, временно. В связи с расширением. А-а-а. Ну, вот. Ты не могла бы дать мне немного денег? Черт! Олег! Где они? Да кто они? Таблетки твои где? Какие таблетки? Слушай, дурочку-то не строй. Твои таблетки от аллергии. Где они? И чек мне еще заодно покажи. Да нет у тебя ничего в сумке. Смотри мне в глаза. Это ты этот пузырек купила гребаный, да? Не покупала я ничего. Олег, пусти меня, пожалуйста. Ты вызывала ментов. Я не вызывала никаких ментов. Что ты хочешь, дрянь, чтобы меня посадили, да? Олег, пусти, пожалуйста. Имей в виду, я тебя вышвырну вон отсюда. А сын со мной останется, понятно? Ладно, мам. Побегу я. Как? Ты же только что пришел. Ты еще пирог не поел. Нет, мам, мам, в следующий раз. Не надо. У меня встреча важная через час. Я пришел посмотреть, как ты тут и все. Кстати, ты присмотрись, присмотрись к своим приживалам. Это они хотели тебя убить и деньги твои прикарманить. Это Мосин! Ты поняла меня или нет? Олег, что ты делаешь? Вас еще не хватало здесь. Да отпусти ты меня! Олег! Весело тут у вас. Впрочем, как всегда. Правильно, что сюда пришли. Вы молодец, что позвонили мне. Я просто истеричка какая-то. На самом деле обычная бытовая ссора. Я и себя накрутила, и вас. Лили. Я лучше домой. Лили, что там? Лили, вы знаете, что побои — это преступление. Ну-ка, присядьте. Послушайте меня внимательно. Если вы не уйдете от него, рано или поздно он вас убьет. Можно на «ты»? Да. Его нельзя жалеть. Ему нельзя оправдать. Лили, у тебя одна только жизнь. Понимаешь? У меня есть хороший адвокат. Я вам обязательно, я тебе обязательно помогу. Я подумаю. А почему он взбесился? Вроде весеннее обострение прошло. К там полиция приходила, они пузырек какой-то нашли, отправили на экспертизу. Так. Олег решил, что это я его подсунула. Ну, наверное, они его подозревают по всем этом. Пузырек, говоришь? Значит, мог ли он убить? Нет. Ну, Олег тяжелый человек. Он нуждается в психиатрической помощи. Он даже состоял в подростковом отзыве на учете. Но, нет, убить он не мог. Он хороший. Все будет хорошо. Не, ну он уже псих, Макар. Как Лили может с ним жить, а? Сереж, ты б лучше о работе думал, а не о Лили. Макар, я в отличие от тебя хочу иметь семью. А ты бы, знаешь, тоже для разнообразия задумался бы об отношениях. А то тоже в артишках старая бабка. Сереж, в отношениях самое прекрасное — это конфетно-букетный период. А потом семья превращается в коллектив чужих тебе людей, которые думают только как бы разделить квадратные метры. Так что, Сережа, я люблю работу. Она никогда не бывает в скверном настроении и иногда радует интересными делами. Макар, если тебя когда-то предала женщина, это не значит, что все женщины одинаковые. Слушай, Сереж, давай оставим эту тему. Ты мне лучше расскажи, с какого перепуга менты к чайке нагрянули. Не знаю, может, у них есть на него что-то. Или было. Полиция, привет, Бабкин беспокоит. Хорошо, хорошо. Слушай, Владимир Петрович, пробьешь одного человечка по базе? Олег Чайка. Чайка? Ага. Проживает в Пригожино, Московской области. Ориентировочно сорок лет. Угу. Слушай, это невозможно. Он же ее убьет когда-нибудь. Кто? Кто он? Муж Лилии. Сереж, займись делом, а? Да-да, я здесь-здесь. Угу. Илья, нужно будет съездить завтра в город. В больницу. Все-таки решил показаться психологом? Нет. Я записала у нас в центр планирования семьи. У тебя красиво получается, а у меня… Что? Что? Зачем? Мне кажется, что пришло время завести второго ребенка. Ты издеваешься? Когда десять лет назад я умолял тебя оставить ребенка, ты мне что сказала? Ну, я была не готова, и потом Диму нужно было поставить на ноги. А сейчас самое время, мне кажется. Вот именно, что тебе кажется. А то, что мне кажется, тебе совсем не интересно. Мое мнение тебе параллельно. Малышина. Илья, ну извини. Я знаю, что ты давно мечтаешь о малыше. А ты? Мало ли, о чем я мечтаю. Я, может, всю жизнь мечтаю с парашютом прыгнуть. Тоже пойдешь? Мне не нужны эти жертвы. Извини, я прогуляюсь. Иди-ка, Аленя на тебя заждалась. Так, я нарисую. Воздушный шарик. Я тоже хочу. Веночка, Оля, идите ко мне, ребят. Мама зовет. Побежали. Ага. Ольга Константиновна, что-то опять случилось? Нет. Просто производственный неурядец. Не обращайте внимания. Послушайте, вот нетрудно вам. Вот такой пост занимаете, и все так близко к сердцу. Приходится бороться со своими слабостями. Как продвигается расследование. Хорошо. Опрашиваем свидетелей, собираем информацию. В общем, все в штатном режиме. Вот как раз хотел вас спросить, где вы были с трех до пяти в день, когда убили Риту? Я ездила в поселок. Покупала бенгальские огни и хлопушки. Затем вернулась сюда. А что, может быть, вы меня подозреваете? Простая формальность. У хорошего детектива, говорят, все под подозрением. Да ладно, бросьте. Это вам, наверное, Илья все рассказал, да? И вы считаете, что я убила ее из ревности? Не понимаю. Я, знаете, тоже не дура и не слепая. Все в курсе этой интрижки. Все постояльцы шептались за моей спиной. Ну а что же вы тогда молчали, а? Потому что мне не пятнадцать. Я знала, что я его прощу, потому что я его люблю. К чему устраивать истерики? Я была уверена, что он нагуляется и вернется. Есть еще вопросы? Пока нет. Спасибо. По всему пансионату тебя ищу. Давай, чего? Какие новости? Чего? Петрович звонил. Значит, наш Чайка тот еще ловелас. Он приставал во время работы к манекенщице. Некая Елена… Да, Елена Никитична Кузьмина. Ну так вот, она сказала, что он склонял ее к интиму, телефон весь оборвал. В общем, она ему отказала и написала на него заявление в полицию. А через месяц забрала заявление. Так, подожди. А никаких шизофренических историй он не предлагал? Нет, нет, нет. Правда, он попросил только один раз, чтобы она мертва притворилась, но она отказала и все. Вот как. Ну да. Я думаю, вряд ли Чайка скромничал в своих желаниях. Только, боюсь, мы об этом никогда не узнаем. Знаешь, что я думаю? Что? Я думаю, он ей заплатил, поэтому она забрала заявление и ничего никому не скажет. Скорее всего. Ну ладно. Гриш! Гриш! Да? Список-то продуктов забыл. Простите, Тетя Верда. Ты, главное, перец не забудь. А вот это вот что? Гриша! Что? Что с тобой? Гри… Гриша! Гриша! Что? 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 Я… Я сейчас скорую вызову. Подожди. Подожди. Пойдем. Ой. 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 Ничего себе. Попали. Да, аккуратненько. Давай, давай. Гриш, все будет хорошо. Слышишь? Девочки, отойдите. Не мешайте, пожалуйста. Ухажаем. А что случилось? Я побежала за Гришей. Список с продуктами. Тут громыхнуло. Кто-то стрелял. Попали Грише в плечо. Врачи сказали, что ничего страшного, потому что стреляли из пневматического пистолета. Резиновая пуля. Ну, у Гриши-то нервный шок. И вообще стреляли в меня. Успокойтесь, Вера Ивановна. Подумайте. Может, у вас враги есть? Нет. А вообще теперь я не знаю. Наверное, есть. Кто был дома? Ну, кто-кто? Кто? Вот Олег бы рисовал на чердаке. Я. Ну, Гриша, конечно. Свет. Теть Вера, а почему вы решили, что стреляли в вас? Я понимаю, сейчас неподходящее время, но мне кажется, нам нужно поговорить. Значит, надо меня пристрелить. О чем? О многом. Например, о мертвых женщинах, о Лилиях или о заявлении Елены Кузьминой. Помните такую? Помню. И что? Пока ничего. Может, покажете мне свою коллекцию? Наслышанно о вашем творчестве. О моем творчестве. Прошу. Ну, вот это и есть, как вы изволили выразиться, моя коллекция. Неординарно. Неординарно. Что это значит? Это же ничего не значит. А, между прочим, вы имеете дело с направлением живописи, которое принято называть хоррор-пейнтинг. Так, вам, конечно, это не интересно, и тем не менее, представители этого направления обращаются к темам, которые, по идее, должны вызывать ужас, а на деле они обладают чрезвычайно притягательным воздействием. Взять тему смерти, например. Ну, эта картина, скорее всего, показывает, что творится в голове конкретного человека, художника. Ну, разумеется, конечно, конкретного. Если говорить обо мне, надо сказать, тема смерти интересовала меня всегда. Но в отличие от большинства, скажем так, творцов, я никогда не боялся думать о ней и говорить вот посредством живописи. А почему лилии? Потому что люблю. Я считаю, лилия – это самый красивый и гармоничный цветок во всем мире. Вот и все. Я вон и женился на лилии. Впрочем, это, конечно, чистая случайность. Хотя… Ну, ладно, это к нашему делу не относится. Мне очень нравится сталкивать, казалось бы, несовместимые понятия. С одной стороны, у меня красота, нежность, покой. С другой – страх, кровь, смерть. Именно этот контрапункт и будоражит, я бы даже сказал, возбуждает зрителя. Вы знаете, у нас с вами разные взгляды на искусство. И, впрочем, меня это мало волнует. А вот, например, домогательство к натурщицам – это уже интересно. Что, отказала девушка? Угостили снотворным? Послушайте, что вы несете-то? Домогательство. Между нами говоря, натурщицы и сами не прочь познакомиться поближе. Ну, не все, конечно. Если кто-то активно сопротивляется, я не настаиваю. Что, я дурак, что ли? А Елена – это вообще отдельный экземпляр. Она провоцирует мужчин, деньги из них качает. Это я сразу понял. Вы что думаете, я единственный, на кого она заяву накатала? Я вас умоляю. Даже если это и так, я ни в чем перед ней не виноват. Я ее пальцем не трону. Может, просто не успел? А? Сидеть. Сидеть, я сказал. Слушайте, вы оставьте свои домыслы при себе. У вас ничего на меня нет и быть не может, потому что я никого не убивал. Разберемся. Кто дома есть? Можно? У вас было открыто. Здрасте. Я Сергей Бабкин, частный детектив. Я знакомый вашей соседке Вера Ивановна. А-а-а! Я пару вопросов задам. Можно? Да. Лев Валентинович, слушаю вас. Очень приятно. Можно? Садитесь. Спасибо. Лев Валентинович, ваша работа. Что? Работа ваша? Вот эта вот? Да. Моя. Решил на старости лет рукоделием заняться. Нервы, знаете ли, успокаивает. А в каких отношениях вы с соседями? Ни в каких. Мы друг друга не трогаем. Вот Вера, приятная женщина, добрая. Добрая. Всегда первой здоровается. А где вы были час назад? Вот. А, дома был. Вот картину как раз заканчивал. Потрогайте. Потрогайте. Липко. Липко. Так я ж час назад закончил, лаком покрыл всё. Вот сейчас сохнет. Спасибо. Угу. Да, Лев Валентинович, а вас кто-нибудь видел? Когда? Ну, час назад. А, так, если только мой кот вон там сидит за окном, но он не очень разговорчив в последнее время. Спасибо. Близко. Зачем? 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 ... И раз. Так. Тихо-тихо-тихо. Вот. Рука сюда. Вот. Вот-вот-вот. Так. Дыши-дыши. Будешь заниматься, поймешь, как это важно. Так. Следи за вдыханием. Мам, ты что здесь делаешь? Привет, Макар. Ага. А я здесь Алёне объясняю, а сам боковой скрученный угол. Мам, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, что ты делаешь здесь, Пригожина. А я здесь отдыхаю. С сегодняшнего дня. Понимаешь, все твои соседи разъехались по дачам, сколько отища невыносимая. Так вот, мы и приехали. Ой, хорошо. Ой, так хорошо. Вот спасибо Алёнушке, что разрешила нам вместе с Остином в номере проживать. А ты говорила, что нельзя-нельзя. Спасибо вам, Ирина Георгиевна. Вы мне показали, какая это йогска. Обязательно займусь. Не знала, что это очень полезно. Да, да. А, Макар, познакомьтесь. Это моя дочь, Зоя. Зоя, скажи дяде привет. 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 Привет, Зоенька, привет. А Остин где? Остин? А Остин? Ой, он, наверное, там, в помещении. А, это, Макар, заплати за номер и забери чемоданы, а то они очень тяжелые. Остин! 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 Мама! Я не могу разобраться. И копался, и копался. Давай, два-то делаем, исходим. Обязательно. Там две всего, вот эти кнопки, да, и два болта. А можно? Голова не сообразная. Ну разве так можно, говоришь? Голова. Ой, это я тебе не верю. Добрый день, Свет. Добрый. О! А у соседа в этом году яблоки-то не уродились. Издалека начинайте. Говорите, что хотели. Да я просто хотел узнать, что за человек этот ваш сосед. Да на самом деле, человеком он только прикидывается. Вообще-то он скандалист и подлец. Тетя Вере и дяде моему, когда он еще был жив, он всю жизнь испортил. Хотел выкупить наш участок, но тетя Вера не согласилась его продавать. С тех пор у них тихая война. А, кстати, он еще по ночам стреляет в мишени. Спасибо за ценную информацию. А где вы были, когда в Григория стреляли? Где я была? Там меня уже нет. И на ваш вопрос я не собираюсь отвечать. Так что, если вы закончили, до свидания. Всего доброго, Свет. До встречи, Свет. До встречи, Свет. Кучно стреляете. Стараюсь. Лев Валентинович, а почему вы меня обманули? А как вы думаете, после того, что случилось с Гришей, скажу я вам о своих спорах с Марком, как вы и за это сразу ухватились бы? А к этому вопросу много лет уже никто не возвращается. А стрельба? А что стрельба? Я бывший военный. Военный. Иногда вспоминаю годы службы, тренируюсь. А можно посмотреть оружие, из которого вы тренируетесь? Значит, увлекайтесь художеством. Разрешение есть? Есть. Могу показать. Нет, спасибо. Я уже понял, что это не то оружие, из которого стреляли в Григория. Если, конечно, у вас не арсенал. Спасибо. Увы. Не там копаете. Вы бы присмотрелись к сыну Веры. А что с ним не так? Ну, так не так. Но я несколько раз видел, как он наблюдает за своим домом. Причем из леса. Вам не кажется это странным? Увы. 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 Мы сэри external. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаешь, а ты подумала над тем, что я тебе сказал? Ты уйдешь от своего мужа? Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, я не уверена, что это будет правильно Почему? Ты боишься? Да Я боюсь его реакции, боюсь потерять сына Не бойся, ты знаешь, он тебе ничего не сделает Я тебе обещаю Да, очень жаль, что мы не понимаем друг друга Здрасте Здрасте Не буду вам мешать Спокойно, секундочку Можно вас? Прошу Прошу вас, вы нам не помешайте Присаживайтесь, пожалуйста Я как раз рассказываю вашему мужу, что в крови Маргариты Светловой обнаружено вещество растительного происхождения В состав этого вещества входит трава, прострел обыкновенный, а в простонародье просто сон-трава Не слыхали о такой? Нет Замечательно И ваш муж тоже говорит, что не слыхал Однако в вашей спальне обнаружен пузырек, в состав которого входило это вещество Удивительно, да? Ну сколько можно, а? У нас в округе все собирают траву Собирают и сушат Правда? Вы зайдите в любой дом Там наверняка на подоконнике или еще где-нибудь сушится трава И этот пострел, прострел там тоже есть Или в аптечке уже Возможно Но не в каждом доме его будут прятать Да никто ее не прятал Спокойно И не каждый рисует такие картины Такие какие? Держите себя в руках Такие Если бы убийца был дураком, его бы поймали на следующий день Согласен А что, Ольга сильно переживает? У Ольги очень странное отношение к трагедии Когда ей было тринадцать В автокатастрофе погиб ее отец А С тех пор она ненавидит «Чайку» Олега? А он-то тут при чем? За рулем автомобиля слил отец Олега Вот как Ну, Ольге очень нужно было найти человека, на которого она могла бы принести ответственность за произошедшее Звучит глупо, конечно, но… Ну почему глупо? С точки зрения психологии, это чуть ли не единственный шанс не сойти с ума при стрессе Еще партия Хватит, я и так вам уже три коктейля должен А то придется весь бар скупить Да и вообще, теннис не мое Макар, главное, чтобы расследование убийств было вашим Двадцать девять до девяносто тысяч Где же я их возьму? Да Ну, здравствуйте, Петр Я Сергей Бабкин, детектив Вы знаете, что на вашу маму покушались? Да И я даже кое-кого подозреваю Мне все равно, кого вы подозреваете Я знаю, что следователь подозревает вас Что будем делать? В каком смысле? Опа Ваше? Мое Ага Так А это что? Я смотрю, весь в долгах Да А это не ваше дело Да? Неужели? Не мое дело? Что при чем? А чего это вы мои вещи трогаете? В сторонку отошли, в сторонку отошли А вот сейчас лучше не мешать Опа А пистолет могли и понадежнее спрятать Да это травма для самообороны Я просто с учебы поздно возвращаюсь Это-то безопасно А там резиновые пули Да неужели? Я, наверное, не так объяснил Резиновые пули, говоришь? Ты знаешь, что резиновыми пулями можно спокойно отправить на тот свет, а? Не-не-не Ты знаешь, сколько случаев было на моей практике? Я никого не убивал Что? Я никого не хотел убить А вот теперь давай спокойно и обстоятельно мне все расскажи Про выстрел, про доску, ну, живо Ну, мама у меня мнительная очень Она и до этого была То в дом, то в лес, то машина ее чуть не задавила Или же где он сказал? Ну, у нее деньги все время на этих иждивенцев уходят Дальше, дальше Я хотел, чтобы она на них подумала и выгнала их Мне деньги просто нужны Но я доску эту я не на маму, я рядом, чтобы подальше Мама пожалела Мама пожалела Мама пожалела Дальше, дальше давай Дальше Когда с доской ничего не получилось, я выстрелил Я за домом следил, чтобы там никого не было Но я не в маму, я рядом Не в маму, говоришь, да? Детский сад Ты знаешь, чем это могло закончиться? Давай, собирайся Поехали Куда? В полицию Зачем? Будешь писать сочинение, как я провел это лето Понял? Шпаргалки не забудь Хорошо, что ты меня сюда вытащил Спасибо тебе Приятно Хорошо Я вернусь к вам сейчас Здравствуйте Здравствуйте Здрасте Привет Привет Ну, как там тетя Вера? Говорят, заявление обратно забрала Да Пришли они вместе Петя извиняется, просит прощения Я тетю Веру еле уговорила сюда прийти Но говорит, что денег больше ему не даст Долги оплатит А потом пусть сам работает Но главное, чтоб тебе силы воли хватило не изменить свое решение Да? Слушай, я хотел давно тебя спросить Как ваши дела? Все в порядке? Да, спасибо Да Все замечательно Спасибо Да Да Оля, Оля, что с тобой? Что случилось? Да Кто эта девушка? Насколько я знаю, от Алены новый гость Я заехала пару дней тому назад А что? Ничего Тебе надо успокоиться Тебе надо успокоиться Тебе надо успокоиться Тише, 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 тише Пойдем, 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 пойдем Мам, ну что ты за мной ходишь, а? Макар, ну пообщайся, ты хоть с кем-нибудь Мам Стоишь тут с толпом? Мам Можно я сам разберусь? Ой, Алена Мам Иди к нам Перестань Добрый вечер Добрый вечер Ну, я не буду вам мешать Ой Ну что, как продвигается расследование? Работаем Послушайте, а может быть здесь замешано что-то фистическое? Дух старого графа Первого владельца этого имения заманивает к себе души девушек Мама, да что же вы стоите, как столб, подсобите Ой А где же наша Золушка? У нее золотые руки Подойди, милая, помоги сестре А почему принц Золушку не узнает? Тише, тише, я не знаю, потому что он видел ее один только раз, и то в другом платье Что же эта туфелька слетела? Да как же так? Вы не та, что пленила мое сердце? Неужели в нашем королевстве не осталось девушек? Маменька Вы забыли про мою дочь, Золушку Так позовите ее Здоро, она за мухрышкой грязнула А почему мальчика не узнала Золушка? Они же виделись много раз Потому что они не ожидали, что она придет на бал Но лицо-то у нее не изменилось Подойди, милая Золушка, и помирить туфельку Маменька, а как же ее? Ну что, ты не переживай, ты слишком хороша для принца Это несправедливо Что, голова заболела? Пожалуй, пойду Да нет, подождите, подождите, еще пять минуточек осталось Я уже подошла Боюсь, я не выдержу пять минуточек Какое счастье Макар Я буду жаловаться на всех Прошел ее, отец Какая радость Как же я вас долго ждал И наконец-то вы рядом Вы лучшие совершения в моей жизни Вы так долго не узнавали меня Увы Но внешность бывает очень обманчива Отныне мы всегда будем вместе Ура! 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 КОНЕЦ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Кто? Где вы находитесь? Адрес? Ой, ё! Руки подними! Быстро! Руки! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Уже не часто изменяли? Нет. Аккуратней можно? Да. Ты не могла бы дать мне немного денег? А вот этот, что это? Я знаю, что ты давно мечтаешь о малыше. А ты! Мало ли, о чем я мечтаю! Я, может, всю жизнь мечтаю с парашютом прыгнуть! Я ее пальцем не трону. Может, просто не успел сидеть? А где вы были, когда в Григории стреляли? Где я была? Там меня уже нет. Где там копаете? Присмотрелись к сыну Веры? Руки подними! Быстро! Руки! Лелечка, как мне повезло, что я тебя встретил. Это мне повезло. Нет. Мне. Знаешь, я решила, я уйду от мужа. Правда? Учусь быть сильной. Лелечка. Лелечка. Подожди. 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 Не отвечай. Алло. Да. Как? Где он сейчас? Я могу приехать? Да, я поняла. Что случилось? Олега задержали, он пытался убить Свету. Поехали. А теперь еще раз и правду. Господи, боже мой, я говорю только правду. Значит так, вас застали рядом с телом Светланы Бородиной, рядом с которым лежала бита. Набите ваши отпечатки пальцев. Еще один интересный нюанс. Позвонил врач. В крови потерпевшей, странная смесь растительного происхождения. Спорим, в ее основе прострел обыкновенный. Слыхали о таком, Олег Васильевич? Боже мой. Ну, я вам уже говорил. Я не знаю, откуда в моей спальне пузырек с этим пострелом, прострелом с этим. Не знаю. Я получил СМС. Я вам уже ее показывал. От Светы. Срочно приди в дом отца. Я пришел. Все. А я не говорю, что вы врете. Прислала. Вы пришли. Поругались. И вы решили убить Светлану. Я вам повторяю. Когда я зашел в дом, Света уже была без сознания. Уже была. Послушайте. Состояние Бородиной, конечно, критическое. Но она весьма молодая женщина и, скорее всего, она выживет. Дай Бог. Я буду за нее молиться. Вы у нас еще и верующий. А такие картинки рисуете. А вот это уже не ваше дело. Когда Света придет в себя, она подтвердит, что я ее пальцем не тронул. Пальцем. Я не понимаю, какие-то глупые темы для разговора у нас. Давай поговорим о чем-нибудь хорошем. Давай поговорим. Да. Мы вот собираемся пойти. Ольга. С вами все в порядке? Ольга. С вами все в порядке? Да, извините. Я просто сегодня немножко на нервах. Как струна. Знаете, два убийства за неделю – нешуточное испытание для женщины, сами понимаете. Да, понимаю. Я видел, как вы вчера уезжали из пансионата. Могу я поинтересоваться, куда? Ну, я ездила в кондитерскую за тортом. До праздника не успела, было очень много работы. Вы можете позвонить кондитеру, он подтвердит. Хорошо. Я просто подумал, что, может быть, вы по дороге что-нибудь видели. Ну, я вас поздравляю. Наконец-то поймали гада. Не зря ты его недолюбливала. Да. А вы, Макар, молодец. Я… Вы. Хоть убийца попался по своей собственной глупости, вы проделали отличную работу, и я уверен, все равно бы вышли на него. Оль, тебе машина нужна? Мне кажется, ты хотел съездить, присмотреть шторы в зал. Я сегодня что-то неважно себя чувствую. Ну, тем более. Нужно развеяться. Отличаешься. Да. Илья прав. Вам лучше развеяться. Да. Пойдем? До свидания. Может быть, таблетку примешь? А? Не понял. Так. Аппарат отключился. Я знаю, датчик сработал. Что там? Да все, все хорошо. Все, все показатели в норме. Доктор, мне кажется, кто-то специально отключил аппарат. Окно было открыто. Да что за глупости? Обычный сбой оборудования. Кстати, я докладываю о состоянии пациентов только близким и родственникам. А вы, простите, кто? Я расследую дело честным образом. Тем не менее, я вас попрошу… Доктор, вы только представьте на секунду, что я прав, и на Светлану уже второй раз покушались. А если завтра вам придет и опять отключит оборудование, а вы не успеете, как вы себя будете чувствовать? Я вас понимаю. Пожалуйста, выйдите из палаты. Доктор, мне просто надо посмотреть результаты ее анализов. Мы такой информации не даем. Я вас попрошу. Хорошо, доктор. Давайте так, я задам один-единственный вопрос, и если окажусь прав, вы просто кивнете головой. В ее крови обнаружен препарат растительного происхождения, прострел обыкновенный. Спасибо. Как вы попали-то сюда? Вы очень помогли. Алло. Ну, наконец-то. Я уже думал, ты тоже в лесу где-то заснул. Серег, связь ужасная. Говори, что у тебя? Здесь на Свету покушались. И вот, что я думаю. Как мог Олег Чайко пробраться в больницу, когда он находится в Кутовске? Хороший вопрос, Серег. Через замучную скважину просочился. В общем, так, Сереж, у меня версия поинтереснее. Я вышел на некого фармацевта Антипина. Он изготовил препарат по индивидуальному рецепту. И угадай, что в основе препарата? Прострел обыкновенный. Точно, Сереж. Заказчик пожелал остаться анонимным. Хотя есть одна зацепочка. Это женщина. Не густо, но уже что-то. Не что-то, Сереж. Зато теперь я счастливый обладатель копии рецепта. И наш Леонид узнал почерк. Автор рецепта знаешь кто? Василий Чайка. Отец нашего художника. Но ведь он… Десять лет уже в могиле. Так что сейчас поеду к нему в дом, проверю там все как следует. Блин. Это я не тебе. Все, давай на связи. По-моему, туда. Ну да. Я чувствую себя такой сволочью. Надо было им все рассказать. И что? Его поймали на месте преступления. Даже если он не убивал Риту, то Света то он пытался убить. Ты все равно из-за нас человека судят за убийство, которого он не совершал. Из-за нас. Хотя ты знаешь, я совсем не против им все рассказать. Но тогда и твой муж узнает об этом. Ты готова? Сидеть. Григорий, мы с вами знакомы. А вам, Анжела, я представлюсь. Сергей Бабкин — детектив. Я думаю, вам есть что мне рассказать. Так вы все слышали? Извините, что мы не заявили сразу в полицию. Просто мой муж, он там работает. В полиции? Да, участковым. Если он узнает, что я изменяю ему, он никогда не простит, а дети любят его. Меня интересует только информация, связанная с Олегом Чайкой. Мы встречаемся с Анжелой в доме отца Олега. Я в тот день обед приготовил. Мы пообедали и… В общем, мы услышали, что кто-то зашел. Скорее. Оказалось, это Олег. Он начал рисовать и пробыл там часов до семи вечера. Оттуда я сразу пошел на праздник, поэтому и задержался. Значит, Олег физически не мог убить Риту. Не мог. Выходит, что так. Очень подло вы поступили, Григорий. Тем более живите под одной крышей. Он псих и убийца. Человек не виновен до тех пор, пока суд не доказал обратного. Всего доброго. Сергей… А? Я постараюсь сохранить вашу тайну. Симур-п och садовый шестер. Или вы не сможете это сделать? Возвращайтесь, григорий. Рально-проект. Страх, кабач. Симур-п и салат antes. Я салат небольшой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В общем, я пообещал, что без необходимости я не придам огласке их отношения. И после того, как мы поговорили… Макар, ты слышишь меня? Слышу. Так вот. Серёж, как тебе? Ничего, ничего. Только не в моем вкусе. А вот это вот? Макар, может, делом займёмся? Серёж, он охотится за определенными типажами. Все жертвы одинаковые, я знаю, да. Похожи друг на друга. И что? А то на фотографиях Чайки все девушки-блондинки с длинными волосами. У Олеси волосы тёмные и намного короче, чем у остальных. Ну, но у Риты тоже брюнетка. Рита стала брюнеткой за час до убийства. Понимаешь? Так что, если бы Чайка был маньяк, то когда бы он увидел Риту в новом образе, наверняка передумал бы. Потому что охотился бы уже за образом, а не за конкретным человеком. Тем более, у нас есть свидетель, который утверждает, что Чайка не мог убить Риту. И уж Олесю тем более. И самое главное, если Олег хотел убить Свету, то кто тогда отключил оборудование в больнице? Я ваш адвокат. Садитесь. Интересное дело. С чего это вдруг? Вы? Вот, с утра нахлынул приступ человеколюбия. Думаю, дай-ка кого-нибудь защищу. Да, хорошая шутка. Очень смешно. Рад, что понравилось. В общем, вы не виноваты. Спасибо. Только вот это, меня слегка смутило. Откуда у вас эти фотографии? Вы прекрасно знаете, откуда это. Я слушаю. Живо! Это мои фотографии. Я соврал вам тогда в мастерской. Я действительно усыплял очень многих моих натурщиц. Чем усыплял? Мой отец был биологом. Он изобрел снотворное. Новое снотворное. На травах. И я украл у него рецепт. И это снотворное я добавлял в чай. Девушки пили чай. Засыпали. И я их фотографировал. Ну, только фотографировал. Клянусь вам. Прям некромантика какая-то. С фотографиями что делал? Ну, как что? Что делал с фотографиями? Ну, просто любовался. Я же художник. Почему с отцом поругался? Он наш… Он нашел одну мою фотографию. Понял, что это я рецепт украл. Мы поругались просто насмерть. И когда убили Олесю, он почему-то… почему-то вбил себе в голову, что это сделал я. Сказал, что в полицию я, конечно, не пойду. Этот рецепт. Да, это он. Отдай. Откуда он у вас? Откуда? Это и предстоит выяснить. Хоть вы мне крайне неприятны, я вытащу вас отсюда. Спасибо. Ну, это где-то недалеко, да? Ну, это где-то недалеко, да? Ну, да, Юрочка. Минут пятнадцать. А, ну чудесно. Ты садись, Леня. Садись. Мам, хорошо. Макар, я тороплюсь… Ты куда собралась, а? Ты знаешь, тут недалеко ферма птиц и утром птиц, и Леонид Иванович любезно согласился мне ее показать. Послушай, мам, а ты хорошо знакома с этим Леонидом Ивановичем? Сынок, ты знаешь, я в таком возрасте, что, если даже наш роман продлится недолго, это не будет для меня трагедией. Это будет просто маленькое приключение. Ну, давай, пока. Маленькое приключение. Скоро у Макарушки будет новый папа? Очень смешно, Сереж. Почему ты не ходил к врачу? Я сама справлюсь. Мне уже гораздо лучше. Может, отпуск возьмешь? Ты знаешь, я вообще хочу уйти с этой работы. Без работы ты не сможешь. Почему не смогу? Я буду заниматься тобой. Я хочу, чтобы у нас все было, как раньше. Как будто бы не было моей болезни. Не было наших ссор. Как будто бы не было твоей любовницы. Ты о чем? Видишь, я все знаю. Я давно знаю, но я это пережила. Я не истерю. Все в порядке. Я просто хочу, чтобы мы с тобой были рядом. Хочу начать все сначала. Простите меня. Я думаю, ты права. Среди гостей были мачеха и ее дочери. Наконец-то они оценили щедрость и доброту Золушки, которую звали теперь только так. Принцесса Золушка. Эта собака – самое ленивое существо на свете. Разложился на кровати, не желает выходить на улицу. Зою, привет. Здрасьте. Зоенька, ну что, ты поняла теперь, почему Золушку никто не узнал? Нет, так не бывает. Как бы девочка не переоделась, мы всегда ее узнаем. Вот так вот. А я понял, Сереж. Это прекрасное занятие для мужика, который расследует убийство. Да. Предположим, девушек было две. Одну звали… Золушка. Ну, пусть будет Золушка. А вторая была просто принцесса. Доброй, все ее любили. И были они с Золушкой похожи, как две капли воды. И как-то раз, шутки ради, поменялись они местами. Золушке так понравилось быть богатой. Ну, кому бы не понравилось. Лакей, платье. А однажды принцесса пришла на бал, и там повстречала прекрасного принца. И влюбилась в него. И он в нее влюбился тоже. А знаешь, что произошло дальше? Что? Зоя! Зоя, пора ужинать. Ну, что ты? Мам, ну, полчасика еще. Да какие полчасика? Никаких полчасика. Давай, давай, пойдем. Времени уже много. Ты чего? Макар, а почему бы тебе не обратить внимание на маму Зои? Представь, каждый вечер будешь рассказывать сказки, сочинять, а? Может, послушаешь мою сказку? Ну, давай. Так вот, Золушка в порыве ревности убивает принцессу и занимает ее место. Так. Понимаешь? Уходит из дома, разрывает все связи с родными, чтобы никто не обнаружил подмены. Принц тоже не понял, что перед ним другая девушка, потому что встречал ее только один раз. А труп? Золушка обложила цветами, переоделав свою нищенскую одежду, чтобы все подумали, что это она. Вот такая вот сказочка, Сереж. Думаешь, Ольга? Уверен. Осталось самое сложное. Доказать. Мне нужна твоя помощь. Моя? Да. Ты же здесь всех знаешь, да? Угу. Работу на вечер. И буду учителем, как всегда мечтала. Молодец. Я тобой очень горжусь. Молодец. Привет. Ой, простите. Простите, пожалуйста. Не переживайте так. Это будет наш маленький секрет. Спасибо. Вы такой понимающий мужчина. Ален, я вот знаете, что подумал? Я уже завтра уезжаю, а вы мне так пансионаты не показали. Хотелось бы услышать историю этого места из ваших уст. Конечно. Пойдемте. А давайте начнем с каминного зала. А давайте начнем с каминного зала. Прошу вас. Спасибо. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Продолжение следует... Антон, психотерапевт. То, о чем вы просите, невозможно. Я давал клятву Гиппократа, и я не имею права обсуждать проблемы моих пациентов, пусть даже и бывших. Вы поймите, это очень поможет следствию. Да ладно, следствием занимается полиция и приходит с соответствующими документами. А вы частное лицо, любитель, и я не собираюсь перед вами отчитываться. До свидания. Ну что ж, ну сначала, как вы выразились, любитель зайдет в ближайшее отделение полиции и расскажет, что некий психотерапевт Антон Вольский, злоупотребляя служебным положением, выписывает сильнодействующие препараты. Причем без особой на то надобности. Как там бывает, мешает жена мужа богатенькому личную жизнь устраивать? Он ее раз таблеткой прикормил. Может, еще? Хватит! Что вы хотите конкретно? Как быстро я стал профессионалом. Я хочу знать, чем страдала Ольга Лапина. Раздвоением личности. Ну, случай в нашей практике нередкий, но Ольга отказывалась это признавать. Вообще, она считала себя абсолютно здоровым человеком. На визитах ко мне настоял ее муж. И все? Ну, в случае с ней, интересно другое. Она как бы сознательно хотела стать другим человеком. И культивировала в себе несоответствующие ее личности качества. Да-да. Здрасьте. Здрасьте. Здрасьте, не переживайте, маэстро, я не за вами. Ну, разумеется. У вас же на меня ничего нет. Вы правы. Правда, господин Паерков, когда узнает это... Ну... Я с миром. С миром. Присаживайтесь. Григорий, я слышал, что вы очень успешно занимались в театральной студии. Да, Пушкина. Целых десять лет. Мои спектакли до сих пор помнят. Не сомневаюсь. А у вас там остались знакомы? Конечно. А вы можете нам помочь? Лёня, а ты что не ешь? Да что-то, как-то, аппетита нет. Ой, Леня, что это? Глупо, да. Но извини, я плохой выдумщик в таких делах. Но ведь оно обручальное. Да. Ирочка, дорогая, мне уже 63 года, и мне поздно сомневаться. Ты появилась и зажгла во мне какую-то искорку. У меня появилась надежда. И я хочу все время быть с тобой. Ой, ты… Ты выйдешь за меня замуж? Ну, конечно, да. Да? Я самый счастливый человек на планете. Я сейчас. Я за шампанским. Мам, а что это он так развеселился? А вы что здесь отмечаете? Я выхожу замуж. Мам, подожди. Ты что, не рад? Слушай, я… Я не знаю, но… Не слишком ли быстро? Ну, может быть и быстро. Ну, что поделаешь? Илья! Там маньяк на улице! Он убьет меня! Что? Что произошло? Что? Он убьет меня! Я следующая! Там Лилия! Какая Лилия? Какая Лилия? Успокойся! Там Лилия! Успокойся! Успокойся! Нет, никакой Лилия! Успокойся! Я у меня лежала в машине! Успокойся! Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Илья, как хорошо, что я вас встретил. Вот хочется выпить, а не с кем. Может, составите компанию? Заодно за проигрыш. Теннис рассчитаюсь. А вы знаете, почему бы и нет? Жена спит, я пока не хочу. У меня отпуск. Можно расслабиться? Давайте. Отлично. Что вам налить? Так, нам бы, нам бы, что-нибудь покрепче. Водочки? Коньячку. А-а-а! А-а-а! Она пришла! Она пришла за мной! Она меня убьет! Помогите! Помогите! Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне! Илью позови! Помоги мне! Илью позови! Мы что-то стоим позови! Илью! А-а-а! Сейчас для нее самое важное — это покой. Как только ей станет лучше, пусть она придет ко мне на прием. Вы должны ее окружить заботой и вниманием. Психика — такая вещь. Никто не застрахован в этом. Спасибо вам. Да. До завтра это не подождет? Хорошо, я приеду. Психика — это не подождение. Я не хотела тебя убивать. Ты сама во всём виновата. Ты у меня всё забрала. Ты меня ненавидела! Куда иду, Олеся Константиновна? Присаживайтесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. У нас впереди длинная ночь, так что вам придётся остаться здесь. И рассказать нам, как вы убили свою сестру Ольгу. Я не убивала. Сядьте. Хорошо, тогда я вам расскажу, как всё было. Вы ненавидели свою сестру. Вы завидовали ей, потому что её все любили и считали чуть ли не ангелом. А вас недолюбливали. Бедная Золушка. В тот вечер вы следили за ней, дождались, пока она попрощается с Ильёй. И пойдёт на танцы, где вы якобы должны были её ждать, но не ждали. Вы подстерегли её в лесу и убили. Становись. Что? Знаешь, что? Ты здесь, Соня? Ты за нами подрядовала? Да, да. Я за тобой наплевала. Да как ты могла? Да, смело следить за мной. Это ты и дура. Как ты смела подрядоваться? Да, я не обречила бы вас. Только волосы разной длины. Тогда вы стрижётесь под каре, а волосы сестры обрезаете почти нагло и забираете с собой, чтобы никто не мог понять, что она — это вы. Вы всё очень хорошо подрассчитали. Но вы ошиблись в одном. Вы не Ольга. Илья вскоре понял это. Почувствовал что-то, что что-то не так и разлюбил вас. Потом появляется Рита. Новая соперница. И что вы делаете? Однажды вы убивали ради любимого. И что же мешает вам сделать это второй раз? Не так ли, Олеса Константиновна? Он не разлюбил меня. Что? Что сказали? Он не разлюбил меня. Он просто запутался. Мне нужно было ему помочь. Что здесь происходит? Илья, потрудитесь объяснить. Илья, послушайте. Илья, они думают, что это я. Я убила Олесю. Они надо мной издеваются. А ну пошли вон отсюда! Что вы себе позволяете? Успокойтесь. Спокойно, послушайте. Это не Ольга, это Олеся. И она уже во всём призналась призрак у своей сестры. Какому ещё призраку? Что вы несёте? Послушайте. Я не хотела тебя убивать. Ты сама во всём виновата. Ты у меня всё забрала. Ты меня ненавидела. Я уже давно начал подозревать вашу жену. Просто у меня не было доказательств. И первое, что меня насторожило, это то, почему вот так резко её разлюбили. Но когда я пообщался с психиатром, то всё стало на свои места. Причём здесь психиатр? Я не разлюбил свою жену. У нас было временное охлаждение. Такое бывает. Человек вообще не способен объяснить свои чувства. Послушайте. Всё в природе поддаётся объяснению. И тут я вспомнил, что двадцать лет назад полицейская ищейка вернулась домой к Ольге, потому что шла не по следу жертвы, а по следу убийцы. Не очень веский аргумент. Я понимаю. Поэтому сказку про Золушку я тоже пропустил. Так вот, психиатр вашей жены рассказал мне, что у неё очень подвижная психика. И чтобы вытянуть из неё признание, нам пришлось действовать на подсознательном уровне. Мы наняли актрису, загримировали её под Ольгу в молодости, разыграли представление, и она во всём призналась. Оля, это правда? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я всё делаю для того, чтобы мы были счастливы. Чтобы мы всегда были счастливы. Пожалуйста, давай уедем отсюда. Боюсь, в ближайшее время вы сможете уехать только в женскую колонию. Олеся, скажите только одно. Как вы узнали о тайных пристрастиях Олега Чайки? И откуда у вас рецепт снотворного? Я его достала. Я наспорь залезла к ним в дом, услышала спор с учителем, залезла в мусорку, взяла рецепт, взяла пузырёк с лекарством. Чтобы убить сестру. Я не собиралась её убивать, я не собиралась её убивать! Так же, как и Риту. Собирайтесь, мы едем в участок. Илья, вы едете с нами? Илья? Света, вы не могли бы рассказать, как всё было? Света, это… это очень важно. Я слышала, что Ольгу задержали. Алисю. Честно говоря, я… после всего этого, я чувствую себя виноватой. Просто мне… мне очень хотелось машину. Это была цель всей моей жизни. Я случайно увидела их. Просто по лесу гуляла и услышала шорох. Рита была уже мёртвой, а Ольга, если можно так выразиться, украшала тело. Я попросила у неё 400 тысяч за молчание. Она дала 200. Остальное обещала принести позже. Во время праздника Ольга позвонила и сказала, что у неё появились средства. Договорились встретиться в доме Чайки. Потом, вы сами знаете, что было. Ольга ударила меня по голове, и я потеряла сознание. А потом она вызвала Олега от моего имени и позвонила в полицию. Олеся. Простите. Я… Я просто до сих пор не могу к этому привыкнуть. Вам придется рассказать полиции про шантаж. Меня посадят? Нет. На совесть очистите. Олежек! Олежек, как хорошо, что это не ты. Очень жаль, что вы сомневались, тетя Вера. Лиля в спальне. Собирает вещи. Говорит, что поедет в город к Феде. Не ругайся с ней, пожалуйста. Ну, пусть побудет с сыном. Я вот своего, кажется, проглядела. Хорошо, хорошо. Как там Петя-то? Хорошо. Не было, оказывается, никакой диссертации. Ну, вот, приедет сюда, воздухом подышит, может, и маразума наберется. Что значит, собралась? Собралась. Собралась. Надолго? Навсегда. Лилечка, погоди, пожалуйста, минутку. Знаешь, когда я сидел там в камере, очень много думал. Думал нас с тобой, о Федьке. Я… Я очень виноват перед тобой. Я… Это очень хорошо понял. Я был свиньей. Последней свиньей. Пожалуйста, прости меня. Хочешь, я сменю технику живописи, я возьму псевдоним, я к врачу пойду, а? Только прости. Не выходи, пожалуйста. Пожалуйста. Я простила тебя. Я… Просто я больше не могу. Ты к нему. Хорошо. Но вы звоните. Я вам лучшие номера оставлю. Ну или просто так звоните. Он позвонит. Да, Макар, ты же позвонишь? Обязательно. Ну что, Сережа, возвращаем вам ваше сокровище. Спасибо. Я им очарована. Он такой ласковый. Может быть, и мы с Леонидом когда-нибудь такого заведем. Ну, если новое начальство не будет против. Ну, Илья Евгеньевич, да вы что, я думаю, он вряд ли будет против. Илья новое начальство? Ну, да, хозяин ему предложил. Он ведь всех и все здесь знает. Ну, он сказал, что он подумает. Но я уверяю вас, он согласится. Поверьте моему опыту. Макар, время. Леля нас в поселок ждет. Ну, ладно. До свидания. До свидания. Берегите маму. Алена, я позвоню. Всего доброго. Ну? До свидания. Пока-пока. Берегите себя. Счастливо. Счастливо. Прошу руку, мадмуазель. Макар, не надо, не надо. Я сам. Все нормально. Садись. Слушай, а давайте этот дом довезу, а? Чего ты будешь трястись в автобусе? А? Нет, я сама доберусь. А, вот послушай, раз ты, ну, можно сказать, официально ушла от мужа, я могу тебя пригласить на официальное свидание. В кино или в театр? Что ты больше любишь? Сереж, я все люблю. Я тебе сказать кое-что хотела? Знаешь, я… Я не смогу, наверное. Что не сможешь? Ты очень хороший. Просто я… Понимаешь, я всю жизнь от кого-то зависела. Я вечно всего боялась. Я не умею быть собой. Мне ужасно хочется попробовать вообще, каково это — жить своей жизнью. Понимаешь? Я вообще не готова к отношениям. Прости. Музыка 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Послушай, Серега, вот только не надо сейчас, хорошо? Мне не до твоих приколов. Ну, вообще-то я хотел сказать, что понимаю, как это больно. Серега, время лечит. Обязательно встретишь девушку, которая захочет остаться с тобой. Утешил. Перестань, Сережа. Ну, посмотри вокруг, сколько людей, у всех свои проблемы. Поверь мне, твои не самые серьезные. И вообще, я думаю, у тебя все только начинается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА